Дорогие друзья, одного представляться я не буду, Белов Александр, Павел Харапов, в общем занимаюсь философией в том числе и вот очень любопытно хотел бы начать с необычного такого, вот у нас Дарвина мало кто читает и вообще читали непонятно ну вот если прочитать, вот как бы к современному моменту, вот буквально книжка «Происхождение человека» и «Половая двор» и вот буквально в последних строках этой книги такое завещание человечеству, будущему Дарвин дает для человека, ну вот я цитирую по книжке, для человека должна быть, должна существовать открытая конкуренция и законы и обычаи, ну законы и обычаи не должны мешать наиболее способным иметь решающий успех в жизни и оставлять наибольшее число потомков ну вот под законами и обычаями, видимо, юридические законы, а обычаи и предыдущие все, Дарвин, ни больше ни меньше, призывает нас к открытой конкуренции вот что сейчас и происходит вот откуда же такие идеи появились вот другая книжка «Собрание сочинений» Дарвина, третий том тридцать девятого года выпуска высомый том такой, да? вот тут есть очерк 1844 года, который Дарвин написал еще до своей книжки «Происхождение видов» вот путем естественного отбора и вот что любопытно тут он как бы раскрывает карты собственно, что является основой его теории он впечатлился английскими селекционерами, которые выводят новые породы скота так сказать и прочее разное, вот он пишет по этому поводу что может быть и человек, собственно говоря, он заимствовал у такого существа которое обладает разумом, которое наделено способностью видеть вот эти вот самые свойства изменения селекционных каких-то пород и так далее и тому подобное и вот на полутора страницах вот этого очерка в конце он, собственно говоря, в общем-то говорит о том, что вот это существо оно как раз наделенное способностью видеть в разных геологические периоды оно как раз способствует тому, чтобы оставляли наиболее приспособленные потомства а те, кто менее приспособлены, они, так сказать, элиминировали, то есть уничтожались то есть, грубо говоря, Бог, вот потом он расшифровывает, что это за существо Творец, вот он пишет так, в частности вот закон, который он дал, это существо, вот оно управляется Творцом и вся Вселенная управляется Творцом он говорит, рассмотрим, не существуют ли какие-то, так сказать, вторичные способы по экономике природы то есть, иными словами, дарвинизм, как ни странно это религиозная концепция западноевропейского христианства когда Бога наделяли свойствами уничтожать менее приспособленных а более приспособленных, так сказать, пестовать и давать им фору и законы и обычаи предков не должны, в общем-то, мешать этому процессу иначе человечество может погибнуть подавно ну и мы помним социал-дарвинизм, да? с вами и фашизм, и две мировые войны, которые, собственно, и Гитлер, и Гиммлер который Гиммлер как раз селекционер был по домашней птице он приложил это все к человеку и вот этот социал-дарвинизм и фашизм как раз вырос из этого ну и вот книжка «Происхождение видов путем естественного отбора» после того, как учитель Дарвина Лиель, в общем, посоветовал Дарвину скажем прямо выбросить вот эти вот о творце, всякие пассанцы о существе, которое наделено способностью видеть и проведет человека, и оно уничтожает наименее приспособленных, а наиболее приспособленных пестуют вот Дарвин заменил по его совету вот этого творца или существо словом «природа» и вот он пишет в этой книжке, уже всем известная книжка «Происхождение видов путем естественного отбора» что именно природа, в общем-то, заботится о разных линиях вот этих, так сказать, подотчетных существ и, так сказать, именно она, вот природа, сохраняет и хорошие, там, отбирает более, так сказать, приспособленных именно она уничтожает менее приспособленных ну, то есть, вы видите, что, собственно, термин природы, законы природы, естественный отбор как таковы, это является синонимой творца а творца Дарвин наделяет вот такими вот какими-то качествами довольно, так скажем, не совсем приятными для нас вот мне хотелось бы с этого начать ну, вот вы, теперь перейдем, собственно говоря, по существу к докладу самому значит, вот тут вы видите несколько книг, которые я попытался выразить свою концепцию эволюции то есть, обратно эволюции, да, вот такой процесс свертывания он противоположен развитию и вот в этих книжках, вот эта книжка, она буквально на днях выйдет вот, я думаю, ну, некоторые смогут ее почитать если захотят, следующий кадр, пожалуйста вот, собственно, к теме нашего доклада обезьяна и человек, тот, кого произошел вот, 10 сентября 15-го года, то есть, совсем недавно это, значит, следующий кадр это вот, так сказать, Либергер известный антрополог американский он, собственно говоря, целует найденный череп гомоэректус ой, простите, гомонолитий и вот этот череп, собственно говоря и скелет в целом он, в общем-то, и какой-то фурор сделал в мире науки вот, следующий кадр, пожалуйста это вот бывший вице-президент ЮАРТ тоже самое проделывает эту процедуру то есть, мы видим здесь некоторый аналог такой, ну, что ли культа предков, что ли вот, когда это все так инспирируется, обставляется как будто мы имеем дело с некой религиозной концепцией вот, а целование черепов это, так сказать, вошло еще с эпохи Дарта, когда он первый череп Австралопитета выкопал и сказал что это наш предок вот это вот, человек обезьяны Австралопитет следующий кадр так, следующий так, перепутались кадры а там тогда мы на мгновение прервемся сейчас так, 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 так да, вот этот кадр все нормально, да? вот, вот это череп в монолиде, как раз значит, чем он интересен следующий кадр у него маленький мозг очень маленький мозг ну, где-то скрыт крупный вот его реконструкция этого реконструкция ну, прагнотизм альвеолярный прагнотизм выступает вперед и вы видите, вот на реконструкции художник ему придал такое обезьянье плечи они согнутые они, собственно говоря в большей степени подходят для лазы не по ветвям а в остальном это, конечно, человек следующий кадр нашли, собственно говоря вот этого существа в пещере в ЮАР и оно, в общем-то было благодаря открытым было аспириологам где-то два года назад два года назад точно, ровно они обнаружили кости просто лежащие на полу пещеры и, фактически собственно говоря два года в интенсивном порядке Либергер он привлек разные исследователи они изучали это существо найдены были остатки 15 скелетов и из них собрали наиболее такой как бы галлотип наиболее такой вот вариант более-менее где все практически кости присутствуют мы видим стопу человека она практически идентична вот стопе современного человека есть подъем есть, так сказать продольный поперечный подъем и вот этот вот противопоставленного пальца никакого нет он просто, так сказать находится в таком же положении как у человека как у нас с вами следующий кадр вот это кисть руки и вот кисть руки на леди можно остановиться поподробней в принципе это человеческая рука чем она характерна тем что вообще человеческая рука что у нас вот эти вот существуют вот так поставлю фаланги пальцев последние они более крупные они захватывают предмет как зажим вот я просто так сказать ради эксперимента видите мы можем вот так вот раз и он будет держать то есть фаланги пальцев крупные вот эти вот 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 конечные фаланги пальцев и большой палец, противопоставлен он тоже был большой, так сказать, как у человека фактически, но наряду с этим искривленные фаланги пальцев, искривленные удлиненные, и мало того, они выгнутые то есть они выгнутые, то есть это показывает о том, что вот этот человек уже, как я считаю, учился лазить по деревням, грубо говоря, учился, но при этом имел противопоставленный большой палец, он большой действительно и имел вот эти фаланги, которые захватывают, так сказать, как зажим и предмет, следующий кадр, ну вот это для противопоставления рука, кисть руки современного человека мы также видим фаланги пальцев большие и видим конструкцию примерно та же самая, следующий кадр, за исключением изогнутости вот этих вот, вот здесь вот как раз показан момент, когда кисть руки может вот благодаря вот этим вот конечным фалангам зажимать или, так сказать, вот сжимать какой-то предмет, брать вот скажем и так далее, то есть они как рычаги действуют, это очень удобно и понятно следующий кадр, ну вот здесь сопоставляются, вот значит у гомоноледи с длинными и выгнутыми пальцами свидетельство для лазания и, так сказать, увеличенным большим пальцем как я считаю, доставшимся от разумного человека то есть, иными словами, кисть руки очень характерная она показывает, что был процесс не эволюции, не превращения вот этого существа в человека из обезьяны, а превращение его наоборот, из человека в обезьяну, ну грубо говоря конечно, процесс не завершен, это такая, как бы, переходная стадия, благодаря особому микроклимату этой пещеры кости остались и в сохранности, что очень удивительно то есть, никакие, так сказать, хищники они там туда были принесены, или они там жили бы вот это большой вопрос, туда ведет узкий лаз 18 сантиметров эспириологов специально отбирали, так сказать, таких девушек в гороцельной комплекции, они протискивались буквально, так сказать, несколько десятков метров по этому узкому лазу, и 3D-реконструктором снимали как это расположено, и вот кисть руки даже, она фактически лежала там, буквально, ну, фактически в собранном состоянии, ее тоже, так сказать, отсканируют которым мы видим, вот, и, в общем, потом их собирали эти кости на поверхность мешочка, эти девушки вылазили из этого, так сказать, вот, это очень интересно ну вот, следующий кадр, пожалуйста значит, тоже переменились, видимо, кадры а почему же они меняются? да, вот для сравнения, вот кисть гориллы и шимпанзе вот, вы видите, у гориллы, у них вот эти вот фаланги как раз конечные пальцы, они очень маленькие то есть она пользуется, не пользуется зажимом вот этим зажимом рук, который пользуется человек вот у него большие, а здесь вот шимпанзе то же самое, очень небольшие, и укороченный большой палец вот, это, кстати говоря, о том, от кого произошли гориллы и шимпанзе дело в том, что, как я считаю, большой палец уменьшается уменьшается вот этих наших человекообразных обезьянных, неживущих и он как раз свидетельствует о том, что был процесс иной не эволюции для них, вот для человекообразных обезьян а инволюции, когда их предком было прямоходящее существо имеющее человеческую руку вот, помимо этого у гориллы и шимпанзе есть такое костяшкохождение они просто опираются вот так вот на, грубо говоря, костяшки пальцев вот, это почему происходит? ну, потому что они пользуются длинными руками, как костылями и опираясь таким образом, они, собственно говоря, поддерживают вес своего тела более-менее, так сказать, в таком, ну, факультативно-четвероногом состоянии по-другому они ходить не могут и вот само это вот опирание на костяшки пальцев, это удивительно в четвероногом состоянии, оно свидетельствует, что они вторично-четвероногими вот, а первично они все-таки были двуногими вот, следующий кадр, пожалуйста и вот здесь, к омонолиде возвращаемся вот такую реконструкцию ему дали это вот самка Австралопитека Люси это, так сказать, еще один, так сказать, оргастер человек трудящийся и человек рядом с ним не трудящийся совсем потому, что у него, видите, вот кривые ключицы и эти плечи узкие, характерные больше для обезьян и длинноватые руки и следующий кадр, ну, и очень маленький мозг, конечно вот, если можно, это увеличите вот эту вот схемку это вот из-за схемка если можно, конечно если нет, пойдем дальше это из журнала национальной географии американском, где Либергер, он популярно изложил это все, это предел, да? она целиком не помещается нет, нет, можно частями ее как бы увеличить если это возможно ну, нет, нет, но вот нас интересует вот здесь вот эта надпись если мы ее сможем увеличить для того, чтобы прочесть значит, вот все-все-все, это поднимем немножко, да? вот, значит, здесь примитивные плечи вот она показана, кривая ключица плечи, значит, гомонолейди расположены так чтобы было удобно карабкаться и по деревьям и висеть на ветках то есть это пишут наши уважаемые поалиционно настроенные ученые вот, а в целом форма черепа довольно современна однако объем черепной коробки в два с лишним раза меньше, чем у нас объем черепной коробки 560 кубических сантиметров 460 кубических сантиметров примерно так найдено 4 черепа в общем, два женских, как считают, и два мужских вот ну и мы можем поднять это вот если можно надбровные дуги еще небольшие, да? ну, надбровные дуги уже, козырек есть вот он увеличивается здесь, это видно и вот, кстати говоря, вот этот вот прогнотизм авиолярный вообще челюсти выдвинулись вперед об этом мы чуть позже поговорим но, в принципе, в общем, подбородочного вот этого выступания подбородка уже нет но зубы фактически человеческие вот, ну и чуть-чуть повыше значит, ну, таз более-менее, как у современного человека ладони и запястья, значит, похожи на человеческие значит, ну, единственное, они не говорят, что выгнутые выгнутые, так сказать, фаланги длинненные пальцы, что является, как бы, признаком древолазания и запястья еще довольно странной формы там есть, значит, вот, а, вот пишут они изогнутые пальцы, длинные выгнутые пальцы хорошо подходящие для вас не по деревню могли быть, как они считают, унаследованные от предка более-менее похожего на обезьяну и здесь мы подходим к интересному моменту когда, собственно говоря, это существо появилось датировок никаких нет обычно радиоуглерод, 50 тысяч, он больше не действует вглубь туда, значит, какие-то биостратиографические методы они тоже здесь не помогут, потому что кости просто на полу пещеры лежали какие-то геологические методы, да, вот датировки когда между слоями и слои датировать, тоже нет потому что геологии никакой нет, это просто полу пещеры и вот вы посмотрите, длиннющие, длинные, в принципе, человеческие ноги и стопа обычного человека, вот ступни похожие на человеческие если бы не чуть изогнутые пальцы, то это почти современный человек неотличимый от наших, и так далее, и так далее способный для длительных переходов, и так далее и, конечно, в связи с этим возникает вопрос как эти люди попали в эту пещеру, как они туда забирались геологи, как ни странно, не обнаружили никаких входов других видимо, был культ мертвых, как предположил Либергер в общем, они там хоронили своих усопших и они туда вытаскивали вот этих людей и своих усопших, и хоронили таким образом вполне возможно, что это рудиментарный культ, который сохранился вот у них от человеческого существования но вот если вернуться к датировкам если скажут, что ему 3 миллиона, это тоже удивительно откуда такие прогрессивные человеческие черты прогрессивные, в кавычках если скажут, что ему 20 или 10 тысяч лет всего тогда это реальный снежный человек это популяция снежных людей, которая деградировала ну, если не в обезьян, то какие-то в карабкающиеся формы тоже сенсационно то есть и так, и так и они немножко как социалом, наши эволюционисты не могут с этим никак смириться они говорят, что находку надо изучать понятно, что у них конкуренция что им там надо это представить у них гранты но фактически такая патовая ситуация находка есть, а как-то ее объяснить они пока не могут реально вот, и они, конечно, здесь прибегают к такому методу что время нас рассудит так было с многими формами например, флореский человек, я скажу попозже ну, и ряд других которые тоже являются, по сути дела, деградантами имеющие мозг вот с крупных грейпфрутов 380 кубических сантиметров меньше, чем у человекообразной обезьяны вот следующий кадр, пожалуйста а генетические всякие там анализы это вот они будут сказать после того, как извлекут из костей дынка какие-то остатки дынка если это им получится сделать но это, видимо, длительный процесс но Либергер, он как бы оптимист в этом плане он считает, что все-таки это удастся сделать и датировки как-то будут восстановлены но эта вилка, и ранний, и поздний, она, конечно, очень удивительная вот здесь я, как бы, просто привожу такую сводную, как бы, вариант вот смотрите, человеческие зубы практически, я еще вот не сказал практически человеческие зубы то есть маленькие, небольшие совершенно чем он питался все это абсолютно непонятно значит, человеческий большой палец в кисти плечи напоминают плечи человекообразных обезьян маленький мозг пальцы рук выгнуты в длине то есть отсвидетельство древолазания и, скорее всего, процесс шел в эту сторону а не в эту как считают его национисты вот и про зубов, конечно, по зубам надо сказать отдельно да ну, то есть, вот направление процесса как можно определить? руки быстрее меняются, чем нижние конечности? да, вот по-любому так сказать, откуда человеческие ступни то есть, фактически, если предположить, что это переходная форма между обезьяной и человеком да ну, вот у нас стоит тут бюст пятикантропа да, вот это его дюбуа выкопал в 1800 в каком-то году в 86-ом, если не ошибаюсь и вот там, кстати, и памятник стоит такой пультовый алтарь, где его нашли вот, пятикантроп, то есть обезьяна-человек вот, я считаю, что вот это существо можно назвать, ну, антропа ну, я уж не знаю как антропопитек да, антропопитек так вот, скажем вот, наоборот то есть, человек-обезьяна то есть, он, конечно, не обезьяна в том смысле но вот эти его ручки, конечно, и плечи вот, характерные для человекообразных обезьян они, в общем-то, говорят о том, что процесс идет именно туда и именно с этой позиции можно объяснить вот эти человеческие стопы они еще не вскарабкались полностью на деревьях еще не отогнули, вот, как гориллы, большой палец в общем-то, своих этих стоп в сторону и, в общем-то, получилась очень занятная картина у них стопа абсолютно такая же, а руки уже стали меняться то есть, руки меняются первыми что совершенно противоречит всяким представлениям о, ну, выразенной, допустим, трудовой теории Энгельса там, да, вот, многие читали там роль труда в процессе превращения человека в обезьяну то есть, обезьяну в человека уже забыл, как это было давно вот этот диамат и всякое прочее вот, но тем не менее и Энгельс как раз и уповал на то, что обезьяна стала трудиться на двух ногах и постепенно, так сказать, руки стали трудовыми большой палец и так далее, так далее вот, а про стопа у Энгельс ничего не говорил, кстати стопа-то как она? а тут выясняется, что стопа у нас, собственно, очень древняя и практически человеческая было все наоборот, оказывается ну, вот эта пещера вот где их нашли, она названа вот этот отсек динолит и вот туда ведет узкий лаз вот куда надо было протискиваться и вот здесь вот эти останки лежали и фактически отнюдь не все оттуда изъято как говорят, там очень много даже может быть сотни останков вот их надо только извлекать и описывать и так далее а как скажет ладьян антрополог им поцарапали только поверхность, но не сливки в общем-то это удивительно благодаря вот тому, что сюда не могли дикие звери пробраться, птицы и разные животные и даже человек фактически это как в музее сохранилось, как в скрипе и именно поэтому, может быть, оно и сохранилось туда и влага особо не просачивалась какие-то водные потоки вот такое, видите, вот она здесь где-то оседала вот и в общем-то это уникальная находка скажите, а если там такие условия были хорошие, должна была сохраниться мумия, а не скелеты? куда делась плоть? ну, у мумии это вряд ли потому что все-таки разложение тканей идет обычно на кислород воздуха это гниение если бы там бескислородная какая-то была среда или сухой климат, как вот в Египте мумии но у мумии тоже разрушается вы не имеете в виду, что у мумии, которая лежит 4 тысячи лет не факт, что она будет лежать 10 тысяч вот через 10 тысяч от мумии уже ничего не останется там тогда пыль должна остаться ну, пыли, пыли, пыли через 15 тысяч вообще ничего не останется вот, понимаете? поэтому и надо иметь в виду вот эту хронологию а датировка какая вот на Леди? я уже сказал, датировки нет потому что в силу обстоятельств они были вот эта пещера, кстати так что в силу обстоятельств? в силу обстоятельств они были найдены как раз в этом отсеке Диналеди, который называется то есть, значит, на Леди это переводят с языка Сота африканскому звезда вот пещера звезды, ну и назвали и человек звезда ну и человек звезда оказался деградантом это, конечно, тоже как-то оригинально выглядит но на самом деле датировки нет, почему? потому что геологические методы, палеонтологические не работают вот биохимия и ДНК анализ, они пока до этого не дошли все требуют определенных затрат но надеемся, что это будет вот здесь вот она, эта пещера неподалеку от Тихоноса дальше, следующий кадр ну вот она примерно так выглядит вход туда влаз то есть это сухая пещера в общем-то характерны вот эти доломитовые скалы известняковые, сложенные известняка и вода, на следующий кадр она вымывает вот это из книги Люси Джохансона Джохансона и Иди, Иди журналист а Джохансон известный, так сказать, антрополог и в общем-то они показывают как образовываются вот эти вот пещеры ЮАР фактически сначала вода там в мягком известняковом, так сказать, породах вымывает какие-то вот здесь вот кости скелета а потом, так сказать, вот эти карсты образуются более-менее и туда уже начинают попадать и животные, и люди, и так далее то есть, а могут и падать туда то есть, вот в общем-то, несколько стадий вот они пишут, стадия 1, когда там небольшой узкий лаз и стадия 2, когда это расширяется вот примерно такой вариант мы и видим в нашем, так сказать, случае скажите, а можно остыть в пещерках? удалось установить или нет? ну, они, по крайней мере, образовались не раньше вернее, не позже, чем туда попали вот эти останки да, то есть, если останки, ну, 3 миллиона ну, грубо говоря, пещера уже существовала вот ну, я не думаю, что они раньше вернее, позже образовались, скорее всего ну, там, по сталактитам и по каким-то останкам ну, косвенно, да да, по крайней мере, это такая датировка в других пещерах вот найден, например тоже ряд, там, так сказать, форм австралопитековых они фактически примерно такой же возраст вот следующий ну, вот они, видите, даже пишут вот, можно вернуться назад определить возраст окаменелости надены внутри пещеры очень трудно, так как неясно каким образом и когда образовались отложения ну, вот если почитать межноафриканские известняковые пещеры я вам почитаю тут не видно, может быть сформировались в результате вымывания растворимых скальных пород дождевыми и грунтовыми водами рано или поздно они соединялись с поверхностями входными отверстиями со временем эти отверстия расширились настолько что в пещеры начали проникать животные ну, и люди, как бы определить возраст вот этой вот окаменелости ну, а это и не окаменелость кстати это сух фасилий вряд ли это окаменелость то есть окаменелости как таковой нет то есть это полуокаменевшая какая-то вот найденная внутри пещера очень трудно, так как неясно каким образом и когда образовались эти отложения бывает и потолок обрушивается и стены там и опять какие-то наносы глины, песка и так далее это все перемешивается такое месиво образуется послойное и даже не послойное а потом и потолок рухнет в общем и вот разобраться где и какой так сказать возраст здесь довольно трудно а в нашем случае вот тем более трудно потому что это просто вот лежало вот так следующий кадр спалеологи чуть-чуть их побросали видимо эти почты вот ну вот здесь сравнение стопы и дальше следующий кадр то есть это то что нашли да это то что нашли просто это вот как раз вот это вот австралопитек Либергер он еще известен тем что в 2008 году он обнаружил причастен к этому австралопитек седеба такой австралопитек который тоже примерно тоже имеет у него удивительная мозаика вот как говорят эволюционисты которые повергают в шок специалистов эволюционистов у него руки фактически имеют способность к древолазанию австралопитек седеба вот искривленные фаланги пальцев мы здесь тоже видим они выгнуты вот ну и довольно большие вот эти вот окончания последние фаланги вот и ноги они тоже как бы представляют собой в общем-то человеческий вариант но уже с разными модификациями ну следующий кадр вот так сказать вот этот седеб он выкопал 2008-2010 описал и вот смотрите вот здесь он дает голеностопный сустав вот этот сустав он вот так вот при виде сзади он косой как у обезьян фактически вот это вот шимпанзе шимпанзе сустав вот пяточная кость лежит почти на боку а это человеческая она стоит прямо вот у человека стоит пяточная кость прямо вы видите да то есть вес тела распределяется прямо а вот у гориллы у шимпанзе у них все наоборот у них вот эта пяточная кость она лежит на боку у них фактически она ну находится в таком состоянии как бы вот причем они держат ногу вот так у них еще и кислотность они опираются вот на эту вот внешнюю сторону да и фактически это называется дисфункция вот то есть надо иметь пяточную кость человеческую чтобы ее положить на бок разбираться и превратить ее вот такую стопу инвалида да вы понимаете что почему это произошло потому что в общем то ну она карабкалась вот это вот обезьяна она карабкалась она вот зажимала вот так вот ветки и ногой и фактически вот переворотела отвела предлетали в기가 которая Çok связывает вот здесь вот плюснивая кость воедино и сумела таким образом отвести и превратила вот этот сустав так сказать плюснивые первой плюснивые кости в общем шарнирный сустав И фактически она вот таким образом зажимает эти, так сказать, по-разному Вот так вот, да И, в общем, ей надо наклон на стопу держать Возникает, так сказать, вот травматическая ксалапость, грубо говоря Которая потом наследственно закрепляется, как генетический полезный признак, передается потомству И здесь мы видим как раз вот кость вот этого вроде бы прямоходящего существа Ну, седеба это в переводе с языка соту родник Ну, такие красивые названия, очень религиозные, культ Можно тоже поклониться, приобщиться, но не хочется Мышечный аппарат там тоже как-то меняется? Мышечный аппарат тоже как-то меняется? Ну, они фактически, да, да, конечно Потому что дисфункция, она приводит к тому, что нарушается вся Что, привели новые мышцы, которые управляются? Нет, ну, если это старые остались, но практически они атрофироваться начинают И в новом положении, поскольку она на земле ходит, обезьяна, вот так Вот, то вот Но этой стадии мы еще не видим, потому что стопа австралопитека, она прямая фактически С приведенным большим пальцем, как у человека, вот она А вот уже есть косолапость, уже, так сказать, стопы подвернуты То есть, грубо говоря, это вот ставит наших эволюционистов в какое-то двусмысленное состояние Они не могут объяснить, как же так Прямоходящее существо, почему у него подвернуты стопы, да? И наряду с этим они опять-таки видят признаки древолазания на этих руках И вроде бы человеческая морфология руки, но с признаками древолазания Почему так? Когда, в общем-то, от обезьяных человек, они не могут эту мозаику определить Человеческие ноги И смотрите, грудная клетка шимпанзе и очень маленький огнем мозга 420 кубических сантиметров В общем, это существо с длинными руками и прямоходящее училось Так же, как и наша на леди, училась лазить по веткам Но, видимо, не доучилась Или что-то произошло Возраст его 1,8 миллиона лет на леди Вот следующий кадр, пожалуйста Ну, вот это вот сравнение с скелетом шимпанзе Вот видно, что грудная клетка примерно такая же Видимо, процесс шел вот в эту сторону Шимпанзе, блин, а не наоборот Его позиционировали как переходное звено Так же, как и на леди пытаются сейчас Но теперь умолкни такие всякие разговоры И вообще, для эволюционистов лучше бы этих находок новых не было Все было так спокойно и хорошо Энгельс, ну давай теория И вообще, и все, превращение человека в труд В общем, а тут все эти находки, они все мешают и портят В общем, и все не так И вообще, они уже голову поломали И тут молчим, тут молчим, здесь молчим, всюду молчим Значит, тут не говорим Ну, хорошо, переходная форма Дальше что? Получается, что не переходная Вот такой вот процесс, видимо, шел Вот и грудная клетка, она таким образом изменяется Следующий кадр Вот теперь вот это австралотексия Седеба, пяточная кость уже лежит на боку Доленостопный сустав, вот шимпанзе, седеба и человека Я перевожу, ноги как у человека Кисть еще сохраняет человеческие черты Руки уже приспособлены к древолазанию А грудная клетка, как у шимпанзе, уже треугольником Лопатка, похожая на лопатку орангутана Почему? Прямоходящая, такая же форма, как и этот Почему у него лопатка, похожая на орангутан Что это? Рудимен, атавизм какой-то от его времени Когда он, так сказать, лазил по деревням Конечно, это не рудимен Посмотрите на его стопы и человеческие ноги Они были изначально такими двуногими Изначально Никуда они не вставали и здесь с деревьев не спускались Это понятно А лопатка у них стала вторичной Похожая на орангутана Ну и уменьшился мозг тоже вторичный Он фактически две трети составляет А пятки на боку уже, значит, плоскостопие? Свод вот этого теряется? Ну, свод еще сохраняется А пяточная кость уже фактически лежит на боку И плюс еще ноги подвернуты Сами стопы подвернуты Они уже этим не пользуются Ну, не то чтобы косолапс, но уже фактически идет Да, уже им трудно Ну, а уже и тут признаки древолазания появляются Не только на руках, и на кистях, и на лопатках Потому что это же плечи все обезьяны Вон они высокие какие Шеи отсутствуют и так далее Шейный отдел, конечно, присутствует Но просто он короткий Вот дальше следующий кадр Вот это черный череп Зинжантропы и прочие разные Ну, вот это Нет, это просто Это, по-моему, один из массивных абстралопитеков Парантропов В общем, это реконструкция этого черепа И, как я считаю, вот этот вот сагитальный времени идет Это в предке горилл Следующий кадр Вот их сейчас вот три вида обнаружено Значит, парантропофиопский Вот этот самый южноафриканский Следующий кадр И вот этот вот бойса Австралопитек бойса Австралопитек массивный Вы смотрите, какие на огромные-нагромные дуги Если мы вернемся вот на следующий кадр Можем вернуться, да? Вот обратите внимание на их зубы Это практически человеческие зубы Нет клыков, да? Нет, только они есть, конечно Они не столь уж большие, как у обезьян Человкообразных Но обратите внимание Вот эта батарея, в общем-то, маляров-палималяров То есть вот этих коренных предкоренных зубов Она фактически перетирание животных Растительной, простите, пищи То есть они питались сразу на подкожный корм То есть и особы, какие-то растения И так далее, и так и подобное То есть людям надо каждый день чего-то есть Даже если они деградируют Понятное дело, что поймать там какого-то буйвола Если ты маленький, там, 120-150 сантиметров Особо не получается За птичкой не угонишься Она спаркнула и улетела Вот, а чем питаться? Ну, на подможный корм травкой Вот, и вспомним, горилла Они тоже питаются 2-3 всего своего свободного времени У них такие пузо и грудная клетка такая Вот, разбутая Поэтому по неволе приходится Чтобы выжить, жить-то все хотят И даже деграданты Следующий кадр Вот, ну вот это сравнение зубы Значит, современного человека Череп сапиенса И вот Бойса Человека Бойса Которого Лики нашел в Улдвайском ущелье Вот это вот видно хорошо Что вот эти вот коренные предкоренные зубы Они превратились в такую батарею Для перетирания жесткой растительной пищи То есть вторично Условно говоря, от этих Мы не от этих, конечно От тех предков, которых мы не знаем Ископаемый состояние человеческих Вот к таким А не наоборот Следующий кадр Ну вот это вот череп самого Бойса Которого Лики выкопал Да, в общем, он по профилю напоминает череп горилла Уже напоминает Вот, вот этот вот отдел выдвигается Подбородок исчезает Становится крупными Челюсть, мозг уменьшается Появляется вот этот гребень Для крепления жевательной мускулатуры Которая, конечно же, должна очень сильно развиться Чтобы перетирать, перемалывать Эту растительную пищу Вот Поэтому в морфологии вполне себе понятны Почему это происходит Они укрупняются У них ножки уменьшаются Следующий кадр А тот череп наледи Нет, это не наледи Это австралопитек Бойса Который выкопал Люсь Лики Первым был двадцатый мужчин Они искали чего-то более Так сказать, между человеком и обезьяном Вот этот череп Он выкопал Ну, он примитивнее, наверное Да, по-моему, в пятьдесят шестом году Если не ошибаюсь Он, конечно, примитивнее Но просто тенденция просвеживается Вот эта реконструкция Значит, вот подряд их можно посмотреть Просто Вот это афилопский австралопитек Ну, это реконструкция Вот это вот парантроп массивный А, парантроп Бойса Самый такой массивный И некоторые как раз считали, что Рассматривали эволюционисты Такой вариант, что он был предком Гарю То есть предком Гарю Вот это вот Афилопитек Ну, так как австралопитек массивный Парантроп Вот Поэтому Но в силу того, что если это сказать Тогда двуногие формы У нас становятся предками четвероноги И поэтому, естественно Эволюционисты от этой версии Очень, казалось бы, в антропологическом плане Безупречные Отказались А, в общем-то, все понятно Они перестали ходить на двух ногах И забрались на деревья Отрастили клыки Отвели большой палец И вот стали ползать Вернее, по ветвям Лазить Следующий кадр Вот это памятник стоит Где выкопан был череп Вот этого самого австралопитека Бойса Вот такой культ мертвых своего рода Вот следующий кадр Ну, в 59-м году на этом месте был найден Зинцентроп Вот этот вот Потом последствия его Австралопитек Бойс И так далее В честь, так сказать, мецената Которого спонсировала эти слова В общем, ну, некоторые могут возложить цветы Сюда В общем, ну, в зависимости от собственных Представлений об эволюции Следующих, а, да, 17-го июня А вот что любопытно В том же самом Улдвайском ущелье Вот если можно покрупнее Или это не получится, да Был выкопан профессором Реком Череп, собственно, человеческий Практически И уже в 13-м году Произошло В 13-м году И здесь получилась занятная история Он был выкопан Во втором слое Самым практически Но одним из самых древних слоев И возраст его где-то около полутора миллионов лет Но такого быть не может Возник сразу скандал Тогда профессор Рек Это пригласил Лики Как раз известного антрополога Который занялся после его Так сказать Раскопками в Улдвайском ущелье И он подтвердил Что не были пласты пород Из которых был извлечен череп В общем нарушен То есть ни о каком интрузивном захоронении Сознательном, современном Туда не было и лечи То есть действительно Этому черепу полтора Причем не череп, а даже целый скелет был Ну и конечно Такого предположить никто не может Что человек примерно похожий на нас с вами Имеет возраст полтора миллиона лет Естественно Естественно этот череп Череп неизвестный где сейчас А скелет исчез При загадочных обстоятельствах Да, когда пытались уже То ли в 80-е, то ли в 90-е годы Извлечь, так сказать, из него Какие-то крупицы ценного материала И подвергнуть анализу И вот когда извлекали Вдруг он из хранилища исчез Само по себе удивительно Но наконец стали торговаться Ведь наука это договорная вещь Стали торговаться Говорить, ну что это там Нет, это там то С Лики, с Рэком там договаривались Наконец сошлись полмиллиона ему Давайте все мы отпустим Что там полтора миллиона Не бывает людей Полтора миллиона Таких же, как и мы Ну просто Пусть ему будет 500 Ну 500-400 тысяч Вот Ну и даже на этой скромной Казалось бы цифре Не согласились И в общем это как бы забыли Вроде бы его и нет Вроде бы череп есть А вроде бы нет Вот это кстати типичная А первоначальный возраст Как был определен? По слоям геологическим Да И там еще биостратиография хорошая То есть кости ископаемых животных Они так сказать Готируют более-менее находки Которые лежат рядом с ними Зная когда живут эти животные Можно примерно сказать Когда жили вот эти люди Вот Следующий как Ну это вот маленькая Если мы ее приблизим Это вот кость Африканского человека Значит Францис Текерей Вот это кстати просто Снято с ролика Гиганты Южной Африки Есть такой ролик Англоязычный В ютубе Вот кто хочет Просто наберите Посмотрите Ну кто владеет английским языком 20 минут Там значит Вот этот вот Францис Текерей Известный палеонтолог Директор института Эволюционной морфологии ЮАР Президент Палеонтологического Общества ЮАР Он вот эту кость Вот этот обломок Обломок кости Бедренной кости Человека Вот он буквально С ней там У него вытащены глаза Он все время ее показывает Вот эта вот кость Современного человека Вот он ее сравнивает Он показывает журналиста Он теребит себе волосы У него вырезают глаза Из орбит И в конце концов Он говорит Что эта кость Была найдена В альфрамовой шахте И возраст этих пород Из которых она извлечена Шахтерами 10 миллионов лет А так как он специалист По морфологии Сам Франц Я ему кстати написал письмо С пожеланием Вот слепок Получить Вот такой же слепок 3D реконструкцию Да Вот этой вот штучки Он ответил Что да-да-да Мы сейчас это сделаем Вот там обратитесь К доктору Там второму Там вот он Заместитель В общем Все-все-все В общем я готов обсуждать Но это не так просто Приходится В общем Выдерживать груз Там нападок И прочее-прочее Ну сами представьте 10 миллионов лет Так вот Эта кость Оказывается По его реконструкциям Она принадлежит гиганту Который был 3,5 метра Ну вот Соотнесение Вот современного кости Человека Вот бедро Вот так вот Отрежьте И вот И вот Получите Вот этот кусок А Здесь отрезано? Ну Словано Конечно Словано Да Ну понятное дело Что это кусок кости Идеальный кусок Кости Собственно говоря И присутствует Ну вот Такая история Он вынимает Из мешочка Такого специального Эту кость Он ее так Гладит Он мне смотрит Потом у него Глаза выходит Из орбиты Ну и так далее В общем посмотрите Ценный ролик Он собрал уже там Огромное количество Это самое Что набрать Чтобы на те Гиганты Южной Африки По-русски Правда Ну наберите по-русски Я думаю Англоязычный Вот тут даже надписи есть Вот гигантский человек Из жившей Неподалеку от Следующий слайд Пожалуйста Ну вот Мы приходим К самому интересному Пожалуй Любопытному Вот здесь австралопитек Массивный Который жил 2,5 и 1 миллион лет назад Вот вы обратите Внимание Динамика У шимпанзе Такой таз Длинный Вытянутый Короткие ножки Я сравнительно Оттопыренный Большой палец Кстати Вот у человека Вот иначе Коленная чашечка Чем у шимпанзе Расположена Кривые ручки Вот кривые Вот эти вот Так сказать Локтевая Лочевая Кость Потому что Она Время от времени Забирается на деревья Очень ловко Это делает Вот эти вот Плечи Кривые плечицы Поднятые Ну и вы смотрите Фактически Вот идет Тенденция Туда Австралопитек Массивный Он жил Вот в это время Вот Выходит Шимпанзе И горилла Они совсем Молодые Не те О которых мечтают Эволюционисты Что-нибудь там 6-7 А то и 10 Миллионов Лет назад Что линия Мол Человек Шимпанзе Человекообразных Африканских Обезьян Они разошлись А совсем Они Вот Молодые Вот вам и генетика Которая Собственно Непонятно Чем занимается Они там Рассчитывают Эти древа Кто заплачет Тот и заказывает Музыку Вы не обижайтесь С Олегом Филиппом У меня Олега Филиппом У нас доктор наук Генетик Вот Но Фактически Собственно Говоря Вот и грудная клетка Становится Ковкообразная И что любопытно Буквально недавно Вот как только появилось Сенсационные Вот эти вот Сообщения Агога Наледи Американский институт Ведущий Выдал такую информацию Что были проанализированы Лопатки Древних Австралопитеков И у них Обнаружился Регресс Назад К обезьяне То есть обнаружилось Что лопатки От человеческой У ранних Австралопитеков Идут Более-менее И к обезьяне И вот Возвращение К обезьянему предку Я даже подчеркнул Вот эту фразу Возвращение К обезьянему предку У прямоходящих Австралопитеков Вот к чему Это говорит О том Что возможно Шимпанзе и горилла Как раз Потомки Австралопитеков Прямоходящих А предки Австралопитеков Были Люди Некие люди Которых Не запеленгованы Еще Или запеленгованы Вот типа Этого скелета Доктора Река Который нашел В Улдвайском ущелье Но не признанные Официальной наукой Вот И получается Такая занятная Картина От человека К обезьяне Не наоборот Но если Вот эту тенденцию Признают То на всем Эволюционном Учении По крайней мере Семиальная Теория Дарвина И прочая Обезьянья Теория С латыни Семиальная Надо ставить Жирный крест А раз На ней поставим Крест Значит на всем Эволюционном Течении То есть Учение И вплоть до Общей теории Эволюции Надо уже Все пересматривать Перетасовывать Что конечно Никто не хочет Потому что Все докторские Защитили Все институты Построили Приклеили маски Таких спецов И экспертов И больше Не хотят Ничего Им бы этих Находок И не было Вообще Ну вот так Устроен мир Что все время Чего-то Кто-то копает Из молодых Да Следующий Скажите А вот Астрала Петер Например Два миллиона лет И возрастом И один миллион лет Возрастом Они между собой Как отличаются Вот те Которому Один миллион лет В худшую сторону В худшую сторону Да К обезьянью Вот точно Абсолютно точно Ну и Показатель Вот так Вот кстати Череп Вот этого Бойса И череп Горилла Клыков еще нет Почему? Потому что Прямоходящие движения А вот как только На четыре Стаешь Во-первых Меняется Конечно Насанка Все едет Стопа такая Стопа такая Стопа Понятно Что власть По деревьям А когда руки Заняты Извините Надо чем-то А Вот И получается Вот эти клыки Очень быстро растут Быстро Мгновенно То есть В общем Инволюция Такая взрывная Получается Фактически За миллион лет Выросли клыки Можешь себе представить Вот А гориллы Примерно тем же И занимаются Они перетирают Растительность Они ходят И две трети своей жизни Они занимаются тем Что они собирают Растительность Жуют Жуют И жуют И наживаться не могут Вот такие пуза И в общем А то Еще бьют Это такой Рудимент ритуалов Человеческий Ну вот Я пишу Этот возраст массивного Человек-икс Это наверное Миоценовый человек И современная Горелла Вот следующий кадр Ну вот К вашему вопросу Как раз Петр Михайлович Вот человек-икс Вот австралопитек Афарский Ну я тут не упомянул Африканский Он еще более Такой К обезьяне Ближе Потом идет Массивный Австралопитек Еще больше К обезьяне Вот Обратите внимание Таз как меняется Он расширяется Вот эти крылья А вот У бойца Смотрите Какой таз Показан Вот Фактически Уже Совсем Гореллообразный Таз Но таз самого Не найдено Найдены бедренные Кости Причем Они Под углом Странным образом Вот так В раскорячку То есть Он уже хочет Где-то Опуститься Но Не может Как бы Еще не позволяет Но Мозги уже Совсем 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 Рост так Увеличивается Увеличивается Вот Сагитальный Гребель Появляется Ну и вся Это массивная Пачка Конечно Вот То есть Вот такое Существо От человеческой Более-менее Грудной клетки К Грудной клетки Уже треугольной И как У человекообразных Обезьян То же самое Руки Сокращается Большой палец Он уменьшается 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 То же самое Со стопой Со стопой Вообще Удивительные вещи Проходят У ранних Австралопитеков Стопа человека Без сомнения Стопа человека Вот она с приведенным Большим пальцем Грацилиной У более поздних Она начинает Постепенно По деревьям Лазить Как Каково И У этого Войса Уже Видите Рисует Реконструкцию Официальной Реконструкции Вот Просто Как-то Немножко Ребит На этом экране Не очень хорошо Видно Но тем не менее Уже отводится Большой палец В сторону То есть Учится Уже Лазить Лазить По деревьям Видимо И вот эти ножки Согнутые В общем Ну и горилла Это образец Совершенства Как бы Идеал возможностей Звезда деградации То есть Вот к чему Как бы Те кто не хотел Слушать маму И папу В общем Да Но этот процесс Конечно Не быстрый Не быстрый Это все началось Более там Около Пяти миллионов лет И вот Завершилось тем Что Мы смотрим на горилла Кто их предки Эволюционисты Говорят В реконструкциях До 80-го года Рисовали Такую стопу Полуобезьянью С отведенным Большим пальцем И когда выяснилось Что это никакой Не переходный Извина Деградировавшие люди Грубо говоря Чалкообезьян Их так и называют Чалкообезьян Австралопитеки Австралопитеки Ну и как раз Вспомним Это вот Открытие Буквально 10-го сентября Когда Ли Бергер Заявил Вот о своем Открытии Вот Гомоноледи Тут же Так сказать Этот Американский институт Уважаемый Выпустил статью Где показал Что лопатка Австралопитеков Она деградировала Даже Деградировала Со временем Превращалась В обезьяне Это был Регресс Обратный Регресс Но они Не могут сказать Что предки Там были Обезьяне Они говорят Что регресс Но где-то там Далеко Возможно Там обезьяны И спустились С деревьев А потом опять К обезьянам Вот Ну Глупость же Получается Ну В общем Вот так Получается Почему Получается Потому Получается Дело в чем Ну Ладно Я там Некоторые Есть хитрости Которые Я вам Позже Скажу Следующий Кадр Скажите А у вас Здесь Человек Икс 4 миллиона Лет Назад Ну Не Четыре Ну Грубо говоря Больше Найден Человек Современного Кедра Вот Несколько Находок Есть Допустим В ЮАР Я сказал Вот Это Кость Гиганта Человечество Стопроцентно Не Обезьяне Никакая Три Споловиной Метра Вот Этот скелет Доктор Рек Который Нашел Полтора Миллиона Первоначально Ему Дали Потом Стали Согласовывать Согласовывать И так далее До Полумиллиона Снизили Есть Еще Череп 1470 Который Сын Алики Нашел В общем-то Фактически С ним Та же Самая История Сначала Сказали Что Ему Три Миллиона Это Очень Такой череп Очень похож На человеческий Тоже Такой Деградант Но Более Миллион Человек Но Такие Деграданты Не Могут Быть Там Три Миллиона Боба Рудольфсен В честь Озера Рудольфенсис Назвали В общем-то Получается Так Что Стали Согласовывать И Ричард Ликки Поставил Условие Я Этот Череп Выбрасываю Сейчас И Все Его Нет Я Выбрасываю И все Если Вы Стали Нападать Скажите Что Что Нам Принес Что Это Такое Его Не Может Быть Вот Значит И Наконец Согласовались С ним Что Ему Два Миллиона Ну Один И Восемь Вот И Мы Этот Череп Поставляем Будем Дать Решать Ну И Все И Согласились А Вот В Индии Рамапитек Там Был Найден Пять Миллионов Лет Череп Рамапитек Человек Это Обезьянь Да Рамапитек Гигантапитек И Прочие Это Азиатская Вет О ней Можно Поговорить Чуть Позже Там Это Очень Интересная История Они Просто Те Самые Деграданты Рода Человеческая Но Азиатская Они Своим Путем Шли Тут Деградация Не Имеет Стандартов Они Просто Находят Экологическую Нишу И В нее Вползают Поэтому Они Все Такие Разные Даже Шимпанзе Отгорело Отличаются Сильно Или Орангутанов Точно От Африканских Человкообразных Гиббоны Отличаются А гиббонам Вообще Миллионы Нет Может Миллион Откуда Они Взялись Эти гиббоны А Лазят Вот Вопрос Возникает То есть Многократно На нашей планете Появлялись Люди Судя По всему И Вот Этот Процесс Шел Многократно Вот Это Просто Не могут Уловить В силу Обстоятельств В силу Того Что Находки Очень Фрагментарны И Вот Это Большая Удача Что Наконец Нашли Полный Скелик Практически Сейчас Вот Этого Переходного Звена Который Оказался Переходом Не В ту Сторону А В эту Сторону Вот И Тут Конечно Надо Приложить Максимум Дипломатии Хитрости Изуверской Разных Словес Чтобы Так сказать Представить Это так Но В принципе Занимать Это У эволюционистов Не Не стоит Вот Этого Умения В общем Это Давно Уже Превратилось В некую Религию Вот И Эта Религия Она Собственно Говоря Религия Эволюционизма Она Процветает Уже И Находки Важны Уже И Просто Главное Статус Кос Вот И В В том Числе Ну Как Может Кстати Говоря Виноват В некоторых Фальсификах Но Я расскажу Позже Об этом Вот Взять И перемениться Вдруг Да И Сказать Что Может Быть Как-то Иначе Да Конечно Нет Потому Что И Вот Он И Ряд Других Там Тимуайт Например В общем Они Фактически Англоязычные Американцы Они Большую Свинью Антропологии Подложили Это Произошло Как раз В 75 Году Когда Было Выкопан У нас Скелет Люси Так Называем Вот Они пишут Истоки Род Человеческого Вот Эта Книжка Переведена На Многие Языки А Ну Свинью В том Что Ну Мне Сейчас Грубо Говоря В том Что Этот Разрез Это Связано С Тектоникой Плит Вот Эта Африканская Рифтовая Долина Я Об этом Скажу Это Раздвигаются И Просто Они Не Надо Ничего Копать Абсолютно Эти Пласты Выходят На Поверхность Опускаются Вниз Да Это Благодаря Стечению Обстоятельств И Они Сказали Вот У них Было Даже Желание Сказать Вот Все Из Долг Полбайс Том Ущелья Родина Там Вот Там Разных Пластах Просто Нижний Австроб Питейковый Верхний Там Допустим Эректусы Идут Еще Верхний Современный Человек И Сказать Вот Этот Предок Этого 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 Прямо Разрезу Идти Вот То же Самое В долине Реки Ома Там Вообще Вот Это Очень Хорошо Прослеживается И Они Сделали Подмену Они Просто Сказали Что Все Из Африки Во-первых И Дарвин Прав Опять же Уважили Старика Сказали Вот Дарвин Завещал Что Какой Правидец Он Предвидел Что Все Из Африки Ищите В Африке Кто-то Пошел Там В Индонезию Искать Типа Дебуа И выкопал Черт что Вот Это Мы Не Смотрим Не Надо Нам Таких Который Оказался Пятикантер А Вот Все Из Африки Вот Он Прав Был Американцы Сделали На Эту Ставку И Фактически Родословное Древо Джоханссон Уайт Они построили Именно На Африканских Именно Они сказали Что Родина Человечества Африка Вот Буквально Они тыкали Вот В Улудвайское Ущелье Там В Литолии Там Долину Реки Ом И так Говорили Вот тут Они Кучковались Они тут Все Эволюционировали Оттуда Померу 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 Все Расходились 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 Что значит Померу Расходились Какие-то Австралопитеки Это же Глупость Куда Они там В Австралию Пошли Или Новую Зеландию Ну в общем Чего говорить Они там и остались Эти австралопитеки Живут там же Как где и гориллы В общем Именно Там Вот этот ареал Обитания горилл Прямо вот рядом С этой Кении Ну там Они в Конго Сейчас живут Там горные гориллы И береговые Они разомнут Этот ареал Но тем не менее Фактически Вот они Там и остались Сохранились Они только Перешли В дождевые леса Перешли На Питание растительности И стали четвероногими То есть Всю вот эту Узурпированную Морфологию С этими Какими-то Косными гребнями И прочими Разными Мы видим Вторично Вторично измененный Скелет человека Это да Скелет гориллы Посмотрите на нее Неужели не видно Что это Скелет деграданта Ну Я не знаю Можно смотреть И говорить Что это наш предок Ну извините Откуда такие Все вот эти Вот формы Вычурные Стопа Одна чего стоит Которая В общем-то Расплющенная Раз Вторая Деформированная В третьих Пяточная кость Лежит на боку И плюс еще Так сказать Косоладкость Это вот возникло Травматическое Которое закрепилось Потом генетически Как наследственный признак Получается Человек Возникал Несколько раз И все время Доградил Ну вот так Получается Это не я придумал И каждая новая Находка Это подтверждает А наша линия Пошла туда Кроманьон Нет Наша новая линия Совсем ничего не дожила Она Внезапно И вдруг Кроманьонцы Появились Откуда они Пролетели Я не знаю Ну Не знаю А где самый старый Кроманьонец Ну Самый старый Там Ну Условно говоря Кроманьонец Человек Верхнего Палеолита В 40 тысяч Ему дают Это Азиатская Вот Это вот Индонезия Там есть Находки Ну Все очень условно Там фрагменты Какие-то И вообще Кроманьонцев Мало О чем это Говорят Вот реально Остатков мало Почему Да потому что Популяция Небольшая У людей Популяция Маленькая Почему А во-вторых Они возможно Хоронили своих Умерших Возможно Кремир Ну Мало Лечего Они их не бросали В озеро И не заносили Песком Чтобы это Дошло До палеонтологов Знаете Ну и популяция Одно дело Миллионы Когда деградируют А другое Там Ну Я не знаю Сотни Или тысячи Человек Это же разное Поэтому У одного Человека Это иголку Стоги сена Какие-то Остатки Найти Поэтому И не сохраняют Кости скелета Очень малые Практически В палеонтологии Мы не имеем А вот Когда популяция Стабилизировалась Стала деградировать Отрасли клыки Она уже Экологическую нишу Отвоевала От конкурентов Она их удерживает Они расплодились Большое количество Они длительное время Существуют Тогда Они могут Попадать Уже В виде Окаменелости И вот Заносить их Там На берегах Это самое И так далее Вот Кстати Туркана Озеро Туркана Обмелело Вот это Благодаря Африканской Рифтовой долине И Получилось так Что эти находки Просто оказались На поверхности Обмелело Почему? Потому что Рифтовая подвижка Идет Тектоника Плит Африканская Плита Она уходит От Аравийской Плиты И образуется Желоб Такой Провисают Я вам покажу Следующий кадр Ну Да Это понятно Предок И потом Следующий кадр Пузо Отрастило Ну вот Кстати Был такой Ученый В 16 веке В 16 Году Он выдвинул Теорию Кис Английский Анатом И Исследователь Он считал Что Угорел Вот как раз Акромегания Такое Заболевание Когда гормонально Начинают расти Кости Скелета И прочее И вот То что мы видим Вычурные Вот эти Все формы Это просто Действительно Акромегалические Такие Вот Формы Которые Фактически Закрепились Потом Как наследственный Признак Гормональный Избиток Это просто Патология Почти Современная А патология Какая Современный Человек С крошечным Мозг Как стула Какая Только вот Патология Что Научился По деревьям Скакать Есть такое Заболевание Ну Я понимаю Конечно Но там Популяции Найдены Там 15 человек Найдены Остатки 15 человек Если это Микроцефалия Как вы говорите Да Вот Но это Заболевание Просто Это один Индивит Кстати Хоббитов Так называемых Вот Флоресского Человека Тоже Подозревали Что это Микроцефалия Но когда вы выкопали 4 и больше Обнаружилось Что это Да Популяция Низкорослых людей В Индонезии На острове Флорес Около метра Вот они жили И совсем недавно 13 тысяч лет назад Жили 17 тысяч лет назад Жили И имели И имели Небольшой мозг Размером С крупной Грекот 380 кубических Сантиметров Это меньше Чем У Современных Человкообразных Обезьян Меньше Но они сохраняли Более-менее Человеческую Метр Метр У них Огромные ступни Ни большие Ни пропорциональные И вообще Это такие Деградировавшие Можно сказать Нет Но это уже Разница Технологии Нет Но тогда надо объяснять Их же тоже позиционировали Как предков Было время Вот их нашли В 2003 году И с тех пор Ну вот там Копии было сломано Вокруг И вот этот Наледи С маленьким мозгом Конечно не прибавил Оптимизма Эволюционистов Выходит Дело было Все наоборот Надо когда-то Признаваться В этом Что вся теория Вся абсолютно Неверна И что люди Не потомки Каких-то Степерых Рыб и червей Которые на этой земле Обитали А Видимо Оттуда Вот откуда Постоянно 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 Ротируются Не факт Не факт Но тогда надо Исследовать Тогда надо Исследовать Косточки Но не Подменять Веру Науку Не знаю Может как по Ефремову Великое кольцо Было Там целая Конгломерация Человеков Вавилон Пять или шесть Они там летают Между звездами Эти города Ну я не знаю Фантазировать Можно Надо кости Изучать Кости Они фантазируют А этого Никто не хочет Чем лучше Особенно Кроманьонцы Кроманьонцы Чем мы Чем мы У нас Уменьшился мозг По отношению Кроманьонцы У нас появились Эти расы Большие Кроманьонцы Они очень Агрессивны Ну не знаю Не знаю Ладно Насчет ядерных Дубинок Да Особенно Вот посмотрите Сейчас Что творится Да Вот прямое следствие Вот Дарвиновского Вот этого Завещания Человечества Да Открытая Конкуренция Выживает Наиболее Приспособленный Что в политике Что в бизнесе Это прямая дорога Может завести Нас куда В ад Цивилизации Погибнет В очередной раз Вот И если кто-то Сомневается Он может Посмотреть телевизор Ну ладно Следующий кадр Да Ну Вот Вот эти кулаки Они в общем-то Маленький мозг И так далее Это адаптивный Признак Показывать Так сказать Сопернику кулаки Это тоже Очень приятно Не надо Так сказать Никого кусать И бить кулаками В морду А просто улыбнуться А тут такие кулаки Как у леопарда Да Между прочим Вот Улыбка просто Ну Решает все проблемы Очень удобный Такой как бы Адаптивный признак Ну а то что мозг Скратился А зачем им больше Больше-то не надо Чтобы улыбаться И кушать траву Больше не надо Следующий кадр Вот Это вот Австралопитека Челюсти Верхняя челюсть Человека современного И шимпанзе По-моему И фактически Мы что ведем Вот как раз обратно Если мы утрируем Что это не человек современный А некий Так сказать Предок То совершенно понятно Становится Адаптация зубной системы К растительной пище Увеличение клыков И потом Дифференциация Возникает Вот это вот Ну как бы ее сказать Это Диастема Промежуток между зубами Куда вставляются Клыки противопожезного Зубного ряда И как раз Вот у поздних Австралопитеков Это появляется Вот такой признак Куда могут вставляться То есть Было у ранних Ближе вот к этому Человеку А у поздних Вот к тому Но По всем параметрам Морфологическим И по стопе И по руке И по лопатке И по грудной клетке И по тазу Видно Что австралопитеки Деградировали Неужели непонятно Что куда они могли Деградировать Только в тех обезьян Которые там же и обитают В том же районе Которым они обитали Раньше Около миллиона лет назад Вот Ну Следующий Сказок Вот это вот Нашли Наконец Три зуба Одного Так сказать Древнего Примата И говорят Вот это вот Череп Через горилла О Наконец-то мы Отыскали Отменелось Преда горилла Десять миллионов лет Ну это смешно Практически Принимаются Просто похожие Свойства Древних Человекообразных Обезьян За современные Много раз Человекообразные Обезьяны Появляются На этой планете Так как люди Много раз Тут появляются И поэтому От древних Человекообразных Обезьян Которые там Десять миллионов Двадцать миллионов Или тридцать миллионов Обитали Вести вот К современным Это все равно Что сказать Ну примерно Что зубатые Кытые Потомки Там Этих самых Или там Дельфин Ну или там Древние копытные Предки Современных Копытных Или допустим Дельфины Допустим Потомки Там каких-то Крокодилов Или Ну условно Там Амфибиальных Каких-то Лабиринтодом Вот Следующий Копыт Ну это вот Мозг Человека Обезьяна Ну быстренько Мы И современного Человека То есть мозг Сокращается За ненадобностью Причем Морфологи Выяснили Нейроморфологи Что Есть зона Брока Зона Верники Высочные Доли И они фактически Отвечают За разговор Речи А они Говорят Что это Рудимент И кстати Да Вот у Рудитанов Например Левое полушарие Больше чем правое Все на логическом Мозге Да Вот Да Конечно Они говорили То есть мозг Вторично меняется Он очень Так сказать Консервативный Вот Ну кошки Еще обезьяны Говорят Некоторые Типа Гелады Станут Кружком Так сказать И там Начинают Обсуждать У них Тембр звуков Человеческий Фактически Вот И этих Всех Настораживают Почему Они болтают О чем Собственно Но Речи Как Таковой Очень Раздельной Конечно Обезьян Нет У них Звуки Звуковая Культура Вот Культура Вот В том И дело С отцом Развалили И все И нет Культуры Вот И все В кого Превращаться Только В адаптивной Фории Скажите А неандерталец Вы считаете Не прилетел Нет Да Неандерталец Деградант Полный Ну Нет Почему Обязательно Там Было Полно Там Было И неандерталец Вот Сейчас Там От Денисовского Человека Что-то Нашли Фалангу Пальцев Там И флоресский Человек Там Еще Было Очень Много Всяких И в Китае Нашли Дело В том Что Мы Представляем Линейно Линейно Эту Схему Эволюции Из Миллионов Лет Откуда Там Вытыркивают Нашли Косточку Говорят Вот От Эти Косточки Вот От Эти Условно Происходит Вот Эта Косточка Вот Этот Предок С Каких Кирожков Он Стал Предок Этому Десять Миллионов А Этому Один Десять Миллионов Лет Шкала Надо Понимать Что Это Все Очень Длительный Процесс Следующий Кардок Пожалуйста Это Горилла Лучше Проявление Обратите Внимание На Стопу Она Подвернута В таком Состоянии Она Косо Находится Она Вот Это Эмбрион Горилла Эмбрион Человека Эмбрион Шимпанзе Вот В Эмбриональном Состоянии Это Молодое Горилла Молодая То есть У него Сохраняется Черепная Коробка Человеческого Типа То есть Мозговой Череп Довольно Приличный Лицевой Умеренный А у Взрослой Гориллы Увеличивается Это Все Это Как раз И Говорит В Антогенезе Что Вот Так Процесс Он Закрепился В Антогенезе В Индивидуальном Развитии И Вы Посмотрите Это Человеческие Даже Борода И Усы Растут У Эмбриона Как У Людей И Здесь Какие-то Странные Люди Бомжи А На самом Деле Эмбрионы Горилла Шимпанзе А Эмбрион Человека Вот Видите Как Закрепляется Вот Такой Процесс Идет Следующий Кадр Пожалуйста Ну Вот Это Гориленок Новорожденный Ну Человек Не Человек Но Голая Кожа Темная Следующий Кадр Да Это Уже Повзрослее Шерстка Появляется Уже Начинает Выдвигаться Лицевой Лиан Лиан На них Очень Удобно Карабкаться Так Удобно Что Просто Невозможно Оторваться Просто Думаем Мы Что Она Забралась На Дерево Как И Какое Там Дерево А там Лианы А Лианы Это Они Во-первых Очень Прочные Они Выдерживают Вот И Можно И Как Качаться Как В Гамаке И В общем Ну Прекрасно Для Детей Это Раздолье Ну В общем Вот Это Горилла Горная И Береговая Ареал Разорван Видимо Он Был Раньше А вот Тут Австралопитеков Находят Вот Кения Танзанин Тут Африканский Разлом Идет Как Раз Вот И Понятное Дело Что Там Где Родились Там И Пригодились Да Но Никуда Не Надо Было Из Очень Все Просто И Понятно Да И До Сих Пор Дожили Вот Изучать Гориллы Шимпанзе Их Повадки Но Это Делают Некоторые Энтузиасты Которые В их Время Не Проводят Время В общем Следующий Кадр Вот Как Она Видите Вот Так Забирается Очень Приятно Бывший Человечка Маленькая Еще Вот Стопа Шимпанзе Показывает Свою Понятно Что Вот Такую Сделают Да Никак Да Никак Не Сделаешь Вот Вообще Никак Это Чистая Механика Кинематика Ну Как Можно Сделать Вот Из Такой Стопы Вот Хоть Ты Его Так Приклеит Палец Они Не Ходят Они Не Опираются Они Его Отводят Все Время Когда Опираются Следующий Кадр Ну Вот Это Плоскостопие У них Тоже Плоская Стопа То Есте Она Не Держит Стопой Ну Вот Еще Раз Вот Это Шимпанзе Сравнение Человеческой Набили Сверху Без Зали Следующий Кадр Ну И Вот Стопа Горелая Я Сам Рисовал С Противопоставленным Большим Пальцем Если Посмотрите Он От Виде Он В Плоскости Для Того Чтобы Хватать Вот Он В Этой Плоскости Работает Поэтому Собственно Говоря А Вот Эта Конструкция Как Треугольник Держит Вес Телус Всего Это Вот Даже Хорошо Видно Что Таранная Кость Выступает Как Своего Рода Такая Опора И Она Распределяет Нагрузки Между Вот Этим Пяточным Бугром И Вот Этой Плюснивыми Фалангами Которые И Большим Пальцем Ну В общем Она Большой Пальц Стопы Падает 40% Вес Поэтому По-любому Нельзя Переделать Вот Примерно Такую Стопу Обезьян И Стопу Человека Следующий Камер Вот Здесь Показана Стопа Горелая Вот И Стопа Человека Ну И Понятно Что Вот Эта Пяточная Кость О которой Я говорил Лежит Горела На боку И У шимпанзе Тоже И многих Других Обезьян То Вот Это Сзади Четыре колеса И одно колесо Вдруг Лежит Да Можно Представить Что было Раньше Четыре колеса А вот Как-то Может быть Машина Не очень Ездит С тремя Колесами Вот А они И не ходят Нормально Для того Чтобы С такой Стопой Ходить На двух Ногах Они Могут Очень Немного Пройти Им Надо Подпорки Для Костылей Вот Эти руки Как раз С их Костяшка Хождение С Ну вот Если вернуться На секунду Просто Вот Прямая Ось Проходит Между Пяткой И Ногой И Здесь Она Крива То есть Она Подвернута На эту Стопу Невозможно Опираться Поэтому Все Эти Разговоры Что Предки Обезьян Люди Не выдерживают Обычные Критики Биомеханики Просто Обычные Медицинские Критики Не выдерживают Обезьян Да Вот Варус Это у деток Бывает Ну когда Пятка Подвернута Вовнутрь Вот Разные Патологии Это норма Это Наоборот Бывает Ну вот У обезьян Примерно Такой Как признак Деформация Следующий Кадр Вот это Нашли Скелет Большого Человека В 2005 Году По-моему Если не Ошибаюсь Вот Скелет Большого Человека На самом Деле Это Приличный Метр Семь Такой Австралопитек Афарский 3,5 миллионов лет Назад Живший Обратите внимание Нога Человеческая Практически Вот Крупнейший Специалист По ногам По лапжой Он Значит Сказал Что В общем То Человек Прекрасно Бегал Но Это Австралопитек Самый Ранний Ну Один Из Ранних И Лопатка У него Практически Человеческого Типа Практически Человеческого 3,5 У поздних Это Уже На Градации Ключица Ключица Не такая уж Она и кривая Ну В том и дело Ручка Прямая Ну По крайней мере Тут Фрагменты Наоборот Рука Как раз Более-менее Человеческая Там Даже Стали Поговаривать Что Скелет Человек Скелета Деграганта Австралопитека Двуногого Существа Но он Более Ближе Человеку Чем Более Позднее 3,5 Еще Возраст Следующий И Вот Это Если Можно Увеличить Это Сравнение Рентгенограмма Современная Лопатка Современного Человека И Вот Этого Большого Человека Так Называемого Австралопитека Афарского Большого Человека Пандамона Вот И Она Практически Идентична И вот Эта Лопатка Гориллы И лопатка Шимпанзе Она Очень Разная То есть Они Разные По отношению К этим Думам Это Говорит О том Что Вот Это Существо Было Ближе К Людям Чем Поздние Австралопитеки И гориллы Шимпанзе То есть Какой-то Гребень Изникает Получается Нет Она Просто По-другому Устроена Они же висят Все время И у них Лопатка Меняет Свою конфигурацию У них Плечи Меняют Свою И лопатка Тоже И грудная клетка От этого Становится Полукообразная Поэтому Они Собственно Говорят Но это Медицина Обычная Медицина Что тут Трудного Именно Адаптивные Способности Так постепенно Они закрепляются Как полезный Признак Следующий Каз Но Это Человек Умелого Слепок Вот Стопа Практически Тоже Кто такой Человек Умелый Практически Тот же Австралопитек С более Объемным Лемовского Его Выделили Просто Как бы Показать Развилку Именно На этом Сконцентрировали Чисто Идеологическое Выделение Такое Следующее Казать Вот Его Череп Ну Такой Австралопитек Типичный Умелый Да? Ну Говорят Умелый Пусть он Будет Умелый Хотя Ему Приписывают Орудие Орудийную Ну Были Да Но дело в том Что орудийная Деятельность Горилла С шампанзе И мало ли Кто там Чего Орудийная Деятельность Она может У Австралопитек Вот Следующий Кадр Если мы Посмотрим Ну Сейчас Я к этому Перейду К ревизной Деятельности Вот Это Вот В Литоле Нашли В 76 Году Цепочку Следов 3.8 3.6 Миллионов Лет Это Как раз Недалеко От Лбайского Ущелья 50 километров И Обнаружена Вот Такая Цепочка Выпал Вулканический Пепел И люди Прошли То ли Люди Но Стопы Их Оказались Практически Идентичным Стопам Человека И они Окаменели А потом Их Занесло Грязевыми Потоками Вот Это Щелочной Был Пепел 3.8 3.6 3.8 Следующий Кадр Ну Вот Так Показывают Вот Этот Человек Прошел Это Вот Там Геологический Музей И там Вот Это Все С этих Репродукций Снято Вот Потом Это Прошел Вулкана Этот Человек Оставил Следы Два Человека Прошли После Этого Грязевые Потоки Быстро Занесли Они Не успели Разрушиться И Потом Смыло Эту Поверхностную Породу Они Обнажились И Вот Семейство Лики Как раз Мэри Лики Она Раскопала Одна Из Участников Этого Открытия Вот Эти Следы И Действительно Они Показывают Что 3,8 Миллиона Лет Назад Были Люди С Прямой Человеческой Стопой Никакой Переходной Стопы От Стопы Обезьяны К Стопы Человека Не Было Просто Были Изначально Прямые Человеческие Мужки Вот Следующий Казак Ну Вот Это След Это Один Из Следов Оставленных Вот Там В Танзании Вот Мы Здесь Видим Что Там Большой Палец Отпечатывается Как раз И Падает 40% Веса На него Как У Человека Метатарзальная Связка С ним Все Нормально То есть Вот Эта Метатарзальная Связка Которая Соединяет Все Эти Пальцы Воедино Она Связывает Фиброзный Тяж Вот Так Все Вместе Не Дает Ему Рассыпаться Стопе Она Держит Жесткую Конструкцию Потому Что Мы На нее Опираемся Мы Должны Сначала Опереться На Пятку Сделать Шаг На всю Стопу А потом На Мы Сок Если Что-то В этой Конструкции Поменяется И мы Большой Пальц Отведем Вся Конструкция Наги Развалится Она Перестанет Выполнять Ополную Функцию И Сразу Вся Съедет Ворфология Скелета Все Вот Что Им Обезьяна Съезжает Им Нужна Подпорка В виде И Таз Увеличивается В виде Подпорки Для Руки Следующий Ну Вот Переходная Кисть От Обезьяны К Человеку Не Обнаружена Такой Вывод Я Делаю И Переходная Стопа От Обезьяны Человеку Тоже Не Обнаружена Где Переходная Стопа Именно От Обезьяны Человеку Ее Нет Фактически А Именно Это Надо Надо Искать Вот Если Мы Эволюцию Как бы Пытаемся Видеть Эволюции Нет И Переходной Стопы Нет И Переходной Кисти Нет А Есть Как Совсем Другой Процесс Переход В Другую Сторон И Очень Быстрый Который Кстати Фиксируется У разных Форм То есть Древолазание Переходили Многие Формы Многие Формы В Разное Время Следующие Ну Это Зубы Современного Человека Следующие Ну И Зубы Гомоноледи Фактически Тоже Самое Современные Зубки Чем он Питался Возникает Вопрос Ну Чуть Она Выгнута Туда Вытянута Они Что Так Хорошо Сохранились Ну Вот Реальность Вот Зубки Практически Полная Нижняя Челюсть Вот Коренные Предкоренные Все Лицы Клыки Клыки Совершенно Нормальные Даже Нет И намека На Каких-то Обезьян Ну Мозги То Маленькие Мозгов То Нет И Кисти Руки Уже Древолазающие Поэтому В том То И Дело Исходный Вариант Для Всех Человкообразных Астралопитеков Человек Обезьян Это Человек Следующий Казах Ну Это Сахилантроп Чацкий Можно Увеличить Но Найдено Лицевой Угол Человека Зубная Аркада Человека Маленькие Зубы Маленькие Клыки Но Черепная Коробка Похожая На Шампанзе Семь Миллионов Найден В 2001 Году В Чаде Ну Лобик Ну Совсем Маленький Ну И Надбровные Дуги Еще Какие Да Следующий Казах Ну Вот Его Значит Челюсть Верхняя Челюсть Обратите Внимание Ну Вот Она Обычная Челюсть Современного Человека Ну Свою Собственно Не хочется Показывать Вот С них Торнезуба Ну Примерно Да Понимаете Да Что Вот Примерно Но Это Семь Миллионов Как Это Могло Образоваться Если Эволюция Была Понятное Дело Что Предки Сахилантропа Были Имели Вот Так Изменить Какая Тут Эволюция Они Говорят О Кусте Формы Куста Не Было Была Паралельная Инволюция Паралельная Деградация Разных Человеческих Форм В разное Время В разные Геологические Периоды Следующий Кодор Ну Вот Это Его Реконструкция Сахилантропа Лицевой Угол Человека Фактически Носовые Кости Человека Зубы Очень Похожи На Человека Ну И Череп Похож На Шимпанзе Вот Так Происходит Деградация Что Ну Такая Ее Особенность Следующий Кодор Вот Здесь Череп Австралопитека И череп Сахилантропа Чацкого Вот Лицевой Угол Как у Человека Вот Он Показан То есть Это Наследство Человека Наследство Которое Сохранилось Вот Смотрите Австралопитека Более Острое И У Шимпанзе Совсем Острое Вот Ну Очень Красноречиво Выглядит Все Но Это Никого Не волнует Это Так Это Все Это Не То Вы И Стали Переходное Звено Чтобы Целовать Его А этого Не хочется Даже Не целовать В общем Да Следующий Кабер Ну Вот Это Гомоноледи Которые Уже Поцеловали Все Кого Не Леди Вот Предок Ну Как же Да Ну Если бы Они Знают Что Они Солон Деграданстов Да Как бы Их Там Исказили Все Черты Интересные Вот Ну И вот Мы Видим Собственно Горя Вот Вписан В контуры Черепа Современного Человека Вот Так Уменьшилась Черепная Коробка И Очень Быстро И Вылезли Вот Эти Отбродные Дуби Кстати Которые Считаются Архавическим Призмом Следующий Кабер Ну Вот Сахилантроп Он Был Прямоходящим Еще К тому же Вот Это Отверстие Как бы Для Вот А Оно У Шимпанзе И У Современного Человека И Вот У Сахилантропа Мы Видим Что Сахилантропа Она Фактически Приближается Вот Современному Человеку То есть Еще Крепление Вот Тут Мыщелки Были Такая Как бы Шерховатость Для Она Говорит О том Что В прямом Состоянии Держал Голову То есть Пермоходящим Спинной Мозг Ну Да 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 Следующий Как бы Для спинного Мозга Ну Это Вот Номинированное Долгое Время Акционистами Концепция Переходного Звена Ордепите Крамидус Который В 2010 Году Была Опубликована В 15 лет Тимуайдска С командой Склеивала Змея В смертных Кусочках 15 лет Было Так сказать Мне жаль Потраченного Времени Чтобы номинировать На переходное Звено Вот Номинировали Сколько Миллионов Вон 4 4 Миллиона Лет Вот И Вы Обратите Внимание У него Лордоз Поясничный Шейный Лордоз Кифоз То есть У него Изгибы Позвоночника Человека Но Обратите Внимание Стопа Обезьяна Интересно Как образовалось Вот это Вот Вот это При такой Стопе Это только Прихождение Будет Вот так Абсолютно Абсолютно Надо иметь Прямую Абсолютно Надо иметь Прямую Стопу Человека Чтобы Амортизация Позвоночника Это надо иметь Человеческую Останку Надо иметь Ногу Если ты имеешь Такую ногу Вот этого Никогда Не может Образоваться Вообще Никогда Откуда Такие прямые Человеческие Ножки И таз Похожие На человека Да это Просто Наследство Рудимента Человека Но сказать Это У них Язык Не поворачивается И они На это Все смотрят И просто У них Глаза Разбегаются Обратите Внимание На кисть Маленький Рудиментарный Уже Большой палец Маленький То есть Ничего Он уже Не прижимал Большой пальчик Никакую Так сказать Не хватательную Функцию Не нес Потому что Когда она Хватает Обезьяна Где-то Она вот так Хватает Ну что Шимпанзе Что Большой палец Как бы Травматическое Тут Усилие Его Отводить А чтобы Не отводить Так вообще А если Вот так Вот ходить Так он Вообще Не нужен Ну и Фактически Он уменьшается У всех Человекообразно Вот И Понятное Дело А это Увеличиваются Большие пальцы Уменьшается Конечная Фаланга Потому что Захватывать Предметы В таком Состоянии Уже Она собственно Говоря Ничего не Может Понимаете Вот получается Мы же Захватываем Вот этими Конечными Фалангами Вот И они Не нужны Они Рудиментируются Просто Эти Конечные Фаланги Они уменьшаются У шимпанзе Горилла И так далее И получается Вот занятная Картина Чтобы удерживать Предмет Надо вот Или там Манипулировать Точно Как-то То надо собственно говоря Иметь Морфологию Кисти Вот именно Человека Спасибо большое И получается Что Идет Обратный Процесс Хотя бы По кисти Это хорошо Длинно Следующий То есть Это Альдебитек Это Некорректная Реконструкция Нет Это Корректная Вот вернемся Это Вполне Корректная Действительно Они 15 лет Склеивали Просто Его Морфология Показывает Что Он От Человека К Обезьяне Они Наоборот То что Они Его поставили В Прямоходящее Состояние Они Должны Были Его Поставить Потому Что У него Такой Изгиб На самом Деле На Четвереньках Ходил Но У него Еще Не Было Адаптивных Таких Возможностей Горил У него Еще Некоторых Признаков У него Еще Маленькие Клыки У него Еще Допустим Прямого Позвоночника Не стало Хребта Как Угорел Еще Сохранились Как На Сред Человеческий Скоррект А Конечно Грудная Клетка Человеческая Она Бочкообразная Конечно Не горила Кисти Ног Да Они Уже Становятся Ну и кисти Тоже Сохранились Человеческие Признаки И Даже Подъем Стопы Небольшой Сохранились Но При такой Пальце Отведенного Ходить Прямо Он Уже Не мог Ну Долго Не мог Он мог Пройти Как Современные Гориллы Переваливаясь На своих Кособочных Лапках Потом Сос На четыре Быстро По привычке Да Но Ходить Так И Находить Себе Такой Изгиб Конечно Он Не мог Это Ежу Понятно Это По-моему Школьнику Понятно Но То Что Это Не хотят Говорить Это Просто Обман И Фальсификация Вот И Вся Медицина Кстати С логикой Алиментарная Логика Медицинская Она Просто Молчит Я не знаю Почему Люди Молчат Анатомы Есть Какие Хоть Никакие Ну Следующие Антропологи Антропологи А Публика Понимаете Какая Они Все Дыро пятикантропологов Ну Там Цветочки Там Бенок И Ну Понимаете Целуют Его Это Вера Это Называется Вера К науке Никакого Отношения Не У нас Антрополог Наверное Это Молчат Не Знаешь Да Почему Но Наш Советский Российский Российские Антропологи Ежедолгое Время Переписывают Английский Они Хорошие Переводчики И Никакого Так сказать Самостоятельного Мнения У них Но Это Мое Личное Мне Не Хочу Никакого Обидеть Вот У нас Главные Кто Тим Уайт Джоханссон Джоханссон Вот Это Уже Икона Понимаете С его Люси Вот Табы Всякие Прочие Разные Вот Теперь Ликбергер Стал Вот Да А нас Что-то Переводят Они Знают Английский Они Переводят С английского Пишут Английские Антропологи Мировые Антропологи Им и того же Мнения Им и того же Мнения Они Переводчики А сейчас Гугл Запустил Переведет Лучше Чем Антрополог Своего Мнения У них Нет Времена Булнака Там Алексеева Там Еще Девица Давно Прошли Которые Имели Своё Мнение Их Нет Вот Это Шимпанзе Череп Шимпанзе И Таз Шимпанзе И Значит Вернее Таз Австралпитека И череп Австралпитека Вы видите Какая Разница Это Прямоходящие Маленькие Клоки Это Четвероногие Большие Клоки Понятно Корреляция Идет Почему От Двоногого К четвероногому Именно Клоки Возникают Адаптивность Когда руки И ноги Заняты Передвижением Как раз Можно И укусить И зажать Какой-нибудь Вкусный Предмет Или Отнять Или Клоки Показать Как Кому-то Нехорошему Соседу Следующий Клок Ну вот Так Они номинировали Ордипитека Они очень хорошие Вы видите Здесь Шимпанзе Такой Силуэт А здесь Австралпитек И вот Они Как бы Переходное Звено Между Австралпитеком И Шимпанзе Уже Конечно Некорректна Сама Постановка Шимпанзе Современные Формы А вот Почему Их Считают Древними Вдруг Они Современная Форма Поэтому Как Переходная Форма Вот сюда Эволюция Она не годится Ну ладно Как модель Допустим Они используют Но Видно Что У австралпитеков У этого Так сказать Бачкообразная Грудная Клетка У этого Клокообразная У этого Вообще Вам какая Клетка У седеба Еще более Так По грудной Клетке Даже Видно Не проходит Таз Вроде бы Переходный Между Причем Человеческим Не австралпитековым Таз Прямые ноги Ноги длиннее Чем у этих двух Как такое Может быть Вот Но ясное дело Что Тоже С тобой Возникают Вопросы То есть Ничего не проходит Как переходное Звено Не горит А шимпанзе Самые древние Особи В какой дате Относится Вообще Не найдено Потому что Они очень быстро Деградировали Где-то За миллион Вот я считаю Следующий Ну вот То же самое Депитек Да Вот В профиле В фаз И так далее Ну вот Иными словами Следующее Чтобы не задерживать Ну вот Это шимпанзе Двигается И афарский Австралпитек Как человек А шимпанзе Вот так Виляет тазом Потому что У него Нет основы Нет Как бы Опоры Стопе И стопа Вот в таком Расплющенном Состоянии Она не может Являться Опорой Вот И поэтому Они начинают Вилять тазом Отсюда Так сказать Когда двуногая И для них Привычнее Конечно Четвероногая И сам таз Вытягивается От адаптации Четвероногому Образу Жизни Он быстро Довольно Утягивается Следующий Ну это вот Ардипитека Потом Так Сначала Говорят Что он двуногая А потом Говорят Ну действительно Как же Такое Может быть Ему Четвероногая Но тогда Все эти Изгибы Даже уже И не говорят Они Вроде бы Как бы Их нет Такую Спину Шерсткой Красивой Сделали Видите Как Любовно Только Предка Можно Так Вот Каждый Волосочек Подчеркнуть С таким Ощущением Что это Мой предок Кормящая Мать Все Мать Ева Может быть Древняя Ну такая Немножко Волосатая Но все Таки Очень Любимая Всем народу Антропологами Следующий Кодок Вот И вот Она Видите Очень Красиво Уже Тут Некоторые Прагибы Она Уже Так Красиво Листочек Берет Видите Тоже Все Изящно Красиво Все На месте Как Надо Однерезно Они Южи Тантропологи Такие Вот Эскиры В общем Когда они Рисуют У них Душа Радуется Душа Радуется Вот Наконец Найдено Праматерь Человека Следующий Кодок Вот Реконструкция Обратите Внимание Это Вообще Это Просто Это Знаете Из Фильмов Узовцев Вот Это Что Такое Это Человеческое Какие Плечи Какая Прекрасная Осанка Какая Попка Извини Завораживая Какие прямые Ножки И Какая Стопа Да И Какая Это Рука Да Это Вот Нарочно Не Придумаешь Два Существа Они Ее В Прямоходящее Состояние Еще Ставят Ну Ясное Дело Что Четвероногая Была Только Все Это Красоту Она Унаследовала От Человека Я Верю Этим Реконструкторам 3D Как Называется Ордипитек Это И Есть Это Реконструкция 3D Все Новейшие Технологии Не Подкопаешься Все Да Следующий Кабер Ну Вот Это Клыки Маленькие Еще Небольшие Ордипитек Крамедус Это Называется Следующий Кабер Ну Вот Его Кисть Кисть руки Очень Любопытная Значит Кисть руки Маленькие Вот Эти Вот Концевые Фаланги Говорит О том Что Она Утратила Способность Зажимать Предметы И Второй Момент Нет Вот Этих Костяшкохождение Которые Угорел Они В общем-то Хоть и Выгнутые Вот Эти Вот Фаланги Удлиненные Но Они Не Расплющенные Угорел Или Шимпанзе Не Расплющенные Чтобы Операться На Костяшки Следующий Каза Ну Это Сравнение Стопы Ардипитек Стопы Шимпанзе И Редущие На Дерее Уже Следующий Ну Это Стопа Стопа Опять-таки Со сводом Стопы Небольшим Но С отведенным Большим Пальцем Даже Больше Чем На Челокобазе Ардипитек Да Следующий Ну Вот Это Как Происходит У Человека Движение Вот Это Приземление На Пятку Да Как Говорят Вот Потом Переходит По Верхнему Краю Переходит На Вот Этот Вот Идеальный Край И Дальше Идет К Пальцу И На Пальц Падает 40% Вес Понятное Дело Что Если Мы Оттопыренный Большой Палец Имеем У стопы Горелой Или Шампанзе Или Ардипитека Неважно То Опираться На Него Нельзя И Мало Того Они Держат Его Когда Ходят На Двух Ногах В Сторон Или Прижатым Или Сжатым То Есть Они Не Опираются Это Говорит О том Что Фактически От Прямохождения От Такой Формы Невозможно Чисто Биомеханически Невозможно Ну Вот Это Стопы Разных Человакообразных Вот Это Бабуин Его Стопа Вы Видите Как По-разному У них Изменяется Стопа По-разному Деградирует Стопы Это Как Раз Говорит О том Что Единый Прототип Стопа Человека А По-разному Так Семан Так У Шампанзе Так У Орангутана Вообще Рудиментируется Большой Палец Вот А у Бабуинов У них Видите Она Вроде бы Вместе Но Тоже Пятка Выходит На боку Между Пяткой От Следующих Кажем Ну Вот Здесь Я Говорю О том Что Изгибы Позвоночника Прямые Ноги Не могли Сформироваться В четвероногом Состоянии Ходить Прямо Ордепитек Долго Не мог Из-за Своих Хватательной Стопы Вывод Прямые Ноги Таз Изгиба Позвоночника Были Унаследованы От Двуногого Существа То есть Было Вот так А не Вот так Как говорят Эволюционеры Вот Эволюции Никакой Не было То есть Прямохождения Вот этого 4-4 миллиона Лет назад Не было Просто Не было Это фикция Вот это Серьезный Вывод Следующий Кажем Ну Вот Это Значит Метатерзальная Связка Соединяет Все Пальцы Стопы Она держит Как фиброзную Чашку Человека Вот она Видите Вот так Вот она Держит И она В конструкцию Другие суставы Стопы Они держат Просто Свод стопы Это все Платформа Стопы Как бы Позволяет На нее Опираться Переносить Вес тела С пятки На Мысок На большой Пальц Вот так А у Шимпанзе Гориллы Человкообразных Этого не происходит И фиброзный Тяж Вот этот Который Соединяет Головки Плюсневых Костей Он Порван Фактически За счет Этого Она Может Отводить Большой Палец В сторону Вот И Вот так Происходит Видите Она Вот эту Конструкцию Забрела Для того Чтобы На дерево Забираться Это ей Очень Хорошо Но Ходить Прямо Она Разучилась Поэтому Все особенности Скелета Ставят Четвероногами Вот так Примерно Видите Она Ходит На двух Ногах А так В развалочку Идет Она Не умеет Из этой Подвернутой Стопы Даже Нормально Передвигаться Поэтому У нее Нет Глордозов Поясничного Шейного Изгибов Позвоночника Они Не нужны Они Уже Утратили Свою Ценность А смотрите Как Изогнута У них Кисть Лучевая Лучевая Кость От Древолаза И превратить Такое Древесное Существо В прямую Кисть Нашего Человека Совершенно Невозможно Я не знаю Капсулки Это Может На здравом Уме Утверждать Следующий Ну Вот Это Горилла Видите Как У нее Большой Палец При Шаге Ноги Короткие Конечно Короткие А зачем Ей длинные Зато Руки Длинные Вот Она Как Костыляне Вот Следующий Да Оказывается У меня Это Шампанзе Вот Видите Вот Так же Она Тоже Самая Следующая Ну Вот Это Найден Арарин Арарин А Про Предок С Кенийского Перевода 6 Миллионов У него Такие Ноги Как У Идей Там Еще Зубы Нашли И Фрагменты Челюстей Как Выглядит Точно Нет Но Примерно Как Выглядит Все Нормальные Такие Люди Древние Древние 6 Миллионов Ну И Куда Это Ардепите Карамидус Так Против Этих Вот Кто Нашел Французы Его Скопали Целое Там Дело Завели Что Они Не Там Копали Не На Том Участ И Садили Руководителя В тюрьму В Африканскую Самую Лучшую Тюрьму И Вообще Не То Нашего Бяку Американцы Ставят На Австралпитеков Наших Предков Которые 4-5 Миллионов А Эти 6 Миллионов И Они Уже Ноги Имеют Человеческие Куда Это Французы Пошли Не Туда Поэтому Их Надо Вот У нас С одного Центра Все Руководится Да Ну Какие Да Пробежимся Да Я думаю В 15 Минут Мы Завершим Вот Хрисант По Восторг Что Вы Потом Интересную Новость Расскажете Сейчас Я Завершу Минут 10-15 Буквально Вот Кисти Руки Вы Видите Как Атрофируется У Аранбутана Большой Палец Кисти Руки Он Фактически Ему Не Нужен Атрофируется Значит И У Других Он По Разному Горил И Следующий Кадр Быстро Продвижимся Это Кисти Горю Которые Сгребать Могут Но Конечно Противопоставлять Ничего Большим Пальцем Манипулировать Они Не Могут Следующий Кадр Это Ореопитек Болотная Обезьяна Прямоходящая С изгиба Позвоночника Но Мы Быстро Не Будем Сейчас Следующий Дар Вот Она Имела Способность К Точечному Захвату Удивительно Она Жила 9,7 Миллионов Лет Италия На территории Италии Она Мало того Прямоходящая У них Была Способность Точечному Захвату Как у Человека Ни у Какой Горелоч Ни у Какого Этого Нет Как у Этой Обезьяны Вот Такое Появилось Еще Были Прямые Ноги Следующий Кадр Вот Ну Я Так Пишу Короткие Челюсти Небольшие Поясничные Лордоз Точечные Захватки Степри Ноги Стопа Срезко Отведена Как у Птиц У них Были Такие Противопоставлены То есть Это Говорит О том Что Инвалюция Видите Каким Удивительным Образом Они Эволюционировали Стоя То есть У них Особый Путь Инвалюции Вот Этот Ореопитек Бомбалийский Это Виталии Волотные Обезьяны Следующий Ну Это Вот Истопа Практически Она Идентична Человеку Если Ударилась Шунхоза Лежит На Боку Стопа Вот Она Вот Так Вот Да То Значит У Этих Так Сказ Она Как У Человек Пяточный Поддерживает Стопу Но При Этом Большой Палец Очень Далеко Отходит В сторону Сто Градусов Между Большим Пальцем Может Все Как У Птица Вот Такая Эволюция Причудным Образом Следующий Каз Да Вот Они Так Реконструируют Такие Милые Создания В Кого Могут Превратиться Люди Следующий Каз Ну Вот Это Для Сравнения Рудиментарный Большой Палец Шимпанзе И Нормальный Человеческий Большой Пальц Чтобы Представлять Вот Это Собственно Говоря Исходник Вот Исходник А Вот Это Рудимент Следующий Каз Ну Вот Это Рядом То Сравнение Шимпанзе Рукави Кисти Человека Следующий Ну То же Самое Следующий Следующий Это Вот У многих Значит Обезьян Нового Света У них Большой Палец Противопоставлению Не подлежит Вообще Он Уже В одной Плоскости Начинает Лежать Из-за Того Что Они По Деревьям Лазают Вот Так То Они Фактически Большой Палец Уже Он Не Противопоставляется А Просто Таким Вот Изменения Происходят У Древних Следующий Кадр Ну Это Вот Арамбутан С Тоже Рудиментарными Пальцами Этот Пальц Стопой Следующий Кадр А Это То же Самое Обезьяна Паукообразная Обезьяна У которых Вообще Атрофировались Большие Пальцы Кистей Рук То Они Не Нужны Когда Мы Лазим Вот Так По Деревьям Большой Пальц Просто Атрофируется У Мортышек Многих Атрофируется Большие Пальцы Следующий Кадр Ну Вот Это Кисть Руки Паукообразной Обезьяны Атрофируется Видите Как Вот Ну Не Нужен То Есть Исходный Явный Вариант Это Вот Как Раз Череп Древнего Ну Следующий Кадр Мы Не будем Об этом Остановиться Это Вот Предки Бугуинов Они И Всяких Гелад Это Гигантская Гелада 200 Килограмм Вот Они Ходили По некоторым Данным Прямо Как Австрал Питеки Их По крайней Мере Вот Я читал Статью Американскую Там Ладышка Сформированная Древний Гелад У них Во-первых Клоки Были Уменьшены И Во-вторых Они Видимо Ходили Прямо Вот И Большого Такого Роста А Фактически Они Появляются Только В Саблезубого Хищника Но Это Реконструкция Следующий Ход Это Гелада Современная Которая Переговаривает У них Язык Охранился Следующий Ход Такой Вокализации И прочие Звуки Очень похожи На Человеческие Русские Русские Следующий Ход Это Мартышка Гусар Который Начинается Как Стоп Хождение Пальц Хождение Как У Собак Вот Фактически Она Такой Позиция То есть Она Не на стоп Передвижение А на пальце Вот От Кого Хищные Произошли Разные Периоды Времени Следующий Казак Мартышка Гусар Вот Это Бесхвостый Макар Который Безлат Вот Хвоста Нет И все А Его И Не Был То Фактически Это От Людей Следующий Казак Вот Это Создание Следующий Вот Это Лемура Следующий Быстро Пробежим Вот Это Череп Гатарпитека Вот Очень Похожий На Получеловек Ну Вот Это Вот Такие Огромные Лемуры А Гаскаль Совсем Другая Концепция Нежели И Они Переход К Разным Зверям Вот Неголодапис Свиноголовый Лемур Бабакота Так Далее К В общем К ленивцам Такая Форма То Есть Они Переходная Форма От Обезьян Следующий Ну Вот Это Ленивец Для сравнения Африка Американский Следующий Вот Это Голодапис Следующий Вот Череп Скелеп Следующий А Слоны Ну И Слоны То же Самое Ну Вот Кисти Радюментируется Кисть Это Специализация Пота Паукообразная Обезьян Следующий Камер Вот И Таким Образом Это Вот Как бы Матагаскарская Руконожка У нее Есть Цыпь Вылечивает Следующий Ну Это Вот Лори Тонкие Лори Вам Это Ничего Не Напоминает Вообще Человеческого С гимнами Ругами С Такими Ручками С Ухороченными Целым Отделом Следующий Казах А Мозг Маленький Мозг Маленький Гладкий Но Это Когда Адаписы Появились Они Появились Там 50 Миллионов Лет Назад За 50 Миллионов Лет Тихо Спокойно На Мадагаскаре Там В Южной А в Азии Там Они В общем Так Уменьшились Спокойно Деговорились Следующий Да Конечно Вот И Долгопят Тоже Очень Любопытное Создание Вот Джонсон Например Он считал Предком Человек Но Конечно Не Предок А Потумок Только Да Недавно Набросший Заплесневелый Следующий Выражение Да Вот Этот же Долгопят Причем Тут Подушечки Пальцев Есть Они Такие Где-то Ногти Сохранились Где-то Когти Плылились Следующий Ну Вот Так Вот Шла Линия Австралопитеков По Люси Поджок Он Сану Ивай Вот Автор Этой Книги Вот Они Так Как Что Они Разделились Вот Афарский А потом Ректус Появился Ну И Наконец Апиенс Вот Типа Это Тупиковые Дети Они Говорят Следующий Коговор Вот Ну Это Они Суют Такую Древу Который В Принципе Сохранился По сей День Да Что Вот Тупиковая Ветвь Вот Это Африканский Австралопитек Робус А потом Он Вымер А Наша Ветвь Нашла Вот Такой Наиболее Переходный Хабилис Для Человек Умелый Который На самом Деле Австралопитек Он Вот Его Прочат Водоначальники Рода Хума А Что Они Здесь Кроманюци Ну Вот Это Я Вам Показывал Ну И вот Так Вот Выглядит В моей Танскрипции Человек Икс Вот Это Миллионы Вот Тут И Гориллу А Вот Это Хабилис Мог Его И сюда Впикнуть А Может И Не Было Как Отдельного Вида Он Существовал В среде Австралопитек Это Человек Другой Уже Появляется Позже Где-то Так Между Тремя И Двумя И Он Предок Эректуса Человек Прямоходящего И Совсем Недавняя История Современный Человек Он Появляется По разным Данам 200 Миллионов 500 Условно Горяне Неизвестно Потому Человеческая Популяция Не Сохраняется Следующий Кодор Ну Это Челюсти Австралопитек Следующий Кодор Ну И Вот Так Этапы Превращения Человека В Человкообразную Обезьяну Сначала Уменьшается Мозг Прямоходящего Он Потом Грудная Фредка В виде Колокола Ну Так Суть По всему Потом Кисть Древолазающего Существа Становит Потом Кладательная Стопа Уменьшается Большой Палец Кисти Такой Уже Полумассивный Австралопитек А потом Он Линяется Таз Укороченные Ноги Линяные Руки Он Встает На Четверенькие Ну И Потом Вытягиваются Челюсти Увеличиваются К руки Вот Примерно Этапы Большого Пути От Человека К Обезьяне Следующий Каб Ну И Вот Это Интересно Быстро Сокращение Мозга До Определенной Величины Не Ниже Чем У Предшественников Деградантов Позволяет Сохранять Доминирующее Положение Над Ними То Есть Грубо Говоря Если Человек Быстро Инволюционирует А Потом Медленно То Объем Мозга Нельзя Ниже Чем У Предшественников Потому Что Он Не Будет Лидером Не Будет Доминантом Не Будет Как Б Владить Ситуацией Поэтому Он Сохраняет Это Является Пределом Для Его Деградации Он Адаптивную Нишу Ищет Новое Существо И Сталкивается С Предшественниками Ну Так Лемуры Вот Были Предшественники Современных Обезьян Антропоидов Конечно Антропоидам Нельзя Ниже Лемуров Падать Иначе Баги Их Не Вытеснили Из Курмены И Не Заняли Б Их Места Следующий Конкуренция Ну И Вот Таким Образом Два Этапа Изменчивости Быстрая Эволюция Остатки Не Сохраняются Вот Этих Небольших Популяций Людей И Медленные Которые Вот Мы Можем Сохранить Следующий Ну И Вот Тут Люди Заселяющие Землю В разное Время И Сменившиеся Потомки Я Тут Показываю Что Обезьяна Вовсе Не Предки Животных А Разных Зверей А Параллельная Верька Она Шла Видите Вот Если Древние Моликопитающие Плезиодакисы Семь 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 В общем То Они Параллельно Развивались И Вот Они Как бы Давали Эти Разные 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 А Предки Воду Значит Волюционисты Нет Вот Эволюционисты Как бы Выводят Вот Древние Киты Допустим Предки Современных Китов И Дельфинов Они Так А на самом Деле Древние Киты И Современные Киты Очень Развлечаются Они Очень Развлечаются По Морфологии Там Три Раза Было Как То Воду Заселяли Многократно Древние Люди Они Становились Животными То есть Млекопитающими В разное Время И Поэтому Вот Мордышки Которые Всего Ничего Они Собственно Говоря Совсем Недавно Появились Вот Они Совсем Не Древние Не Древние Человкообразных Обезьян И Очень Другая Особенность Вот Есть Человкообразные Обезьяны Похожие На Современных Человкообразных Очень Древние Треться Миллионов Там Двадцать Семь Разные Древние Ну там И В общем Выводить Из этих Древних Человкообразных Обезьян Современных Это Абсолютный Нонсенс Сорок Миллионов Лет Прошло Какие Там Предки Какие Тут Это Быстро Все Происходит Деградация Там У них Своя Особая Была Деградация Сорок Миллионов Лет И То Что Они Похожи Просто Конвенгертно Похожи Параллельно Похожи Древние На Современных Это Не Значит Что Древние Были Предки То Есть Грубо Говоря Вот Эта Дивергенция Конвенгерция Революционисты На Этому Сполкнулись Они Все Время Понимают Под Предками Похожие Формы Которые Жили Древности И Остатки Которых Находят Следующий Ну Вот А Новейшие Звери Из Кого Новейшие Звери Тоже Я Считаю Из Человека Ну Где Это Новейшие Вот Они Ну Вот Вот Мартышки Ариопитеки Ну То Совершенно Недавняя История Миоцена Современная Середина Миоцена Вот Я Считаю Да Следующий Да Ну Вот Одна Из Форм Древних Человкообразных Обезьян Вот Якобы От нее Люди И Все Современные Конечно Это Не Так Ну И Вот То Там Совершенно Независимые Предки Были У Динозавров Птиц И Так Дальше Совсем Другая История Про Рептилии Я думаю Я Рассказывал Про Динозавров Отдельно Поэтому На этом Дорогие Древних Позвольте Мне Завершить Наш Увлекательный Рассказ Путешествия В Дерникозе Асим Когда Книжка Это Вылет Спасибо Спасибо А Вот Может Вы Я хочу Три Экземпляра Купить Ладно С вами Там Начало Да Нет Ну да Вот Эта Книжка Запрещенная Палеонтология Она Выйдет Я думаю Через Идею Ну Вроде Боже Как Вылет Ну Хорошо Ну Какие Вопросы Будут Или У Матросов Нет Вопрос Остается Вопрос Если На Стопе Обезьяны Большой палец Отводится Он Как-то Участвует В каких-то Движениях То Обеспечение Мускулатуры Какое должно быть Не человеческое Уже Какие-то новые мышцы Появляются Нет Мышцы Можно Трансформировать Там все мышцы Есть Единственное Мышцы Появляются Но Они Есть В Каком-то Зачаточном Состоянии У человека Ну Конечно Это же Адаптивный Призмик Мы можем Если это Полезно Если Нам нужно Для выживания Тогда И появятся Мышцы Которые Отводят Большой палец Ну Грубо Бывается Понятно Просто Если Этой функции Не было У прямохождения То Она Должна Была Появиться И Развит Да Новые мышцы Новые Сухожилия Формируется Новый Рычаг Новая Кинематика Этого Сорудина Но Дело в том Что при этом Функция Прямохождения Става Возвращена А вот Перспективы Развития События Сегодня Если Такая Цикличность Идет Как Могли У нас Перспективы Плохие Если Сейчас Пойдет В том же Духе По Дарвину Почему Политики Это Это Такая Тима Скользко Щекотливая Политическая Но Тем не менее Нельзя Об этом Не Сказать Дело В том Что Политики Это Чем Руководствуют Выживают Наиболее Приспособленные И в области Стран И в бизнесе Где-то Там Простая Жизнь И поэтому Начинают Конкурентов Затапливать Как Дарвин Тешал В своей птице Открытая Конкуренция Не должна Мешать Ничто Не должно Мешать Ни законы Реологические Ни обычаи Предков Поэтому Надо Чтобы Люди Все время Открыты Конкуренцией Вот Эта Открытая Конкуренция Приводит К Третьей Мировой Войне В отличие От Первых Двух Воевать Будут Ядерным Оружием А это Уже Очень Опасно Для Цивилизации В целом Не хочется Каркать Но Ситуация Очень Другой Вид Обезьян Новый Обезьян Когда Что-нибудь Взорвут По рукам Социум Развалится Технократия Развалится Будем Выживать Кто Кого Укусил Кому Стоит Говорят Это Выживет Вот И тогда Надо Отращивать Человек Зубы Крухит В общем Грун Все Очень Грун Если Были Болос Отмесь Грун 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 Грун